Уважаемые коллеги, вот сегодня мы здесь собрались, это с одной стороны это поименованный круглый стол, который отразительствует в уровне технологии, методологии, стандартизации и применения. Но для нас, я представляю Чинический комитет культурного наследия, 082 Росстандарта, являюсь главным архитектором УКСНРПМ, научно-ководительным центром культурного наследия, так сказать, фау Росстандарта, и для нас для всех это, в общем-то, открытое заседание Чинического комитета. Для того, это, так сказать, оно посвящено, во-первых, выходу новой редакции приказа Министерства Росстандарта, оно в составе, собственно говоря, техкомитета и организации тех искомых подкомитетов, которые там работают, в том числе, по своему реставрационному материалу. Поэтому, да, это важно, что мы открываем новую некую такую страницу, открываем наши деятельности, связанные не только с памятником истории культуры, не только с инженерным системой, инженерным исследованием, геологией, археологией, реставрацией монументальной и какой-то другой живописи. Ну и, собственно говоря, то, чего оставляется основа в мотивационном процессе, а реставрация – это, прежде всего, мотивационный процесс. И, в общем-то, материалы реставрационные играют очень большую роль. При этом мы как-то понимаем, что точка отсчета для нас существует, это, собственно, материалы подлинные, аутентичные, которые оставляют памятники, которые дошли до нашего времени, видоизменяясь, теряя структуру, теряя свои способности и так далее, но при этом они тоже некой первоосновой для доработки технологии реставрационных. И поэтому в этом контексте, ну, понимаем, что есть всякие зонные харки, есть подходы, консервационные подходы, реставрационные подходы и так далее, причем мы все должны понимать в этой аудитории, что жонглирование термина обреления должно быть аккуратным, потому что вопрос, у нас иногда говорят, вот, реставрация, так сказать, и консервация, там, о консервациях некий облегченный подход, и я, так сказать, смотрю на некий зал, вот, даже вот на зале мы находимся, вроде то, что тут он приспособлен к современному использованию, и якобы здесь, ну, скорее всего, это назвали консервацией. Ну, это не консервация, это, скорее всего, оставление так, как есть. То есть это не придание инвертности материалам, это не стратегия их сохранения в перспективе замедления, старения и так далее. Это просто вот, ну, вот так вот называется. Это, как говорят мои католянские коллеги, что, так сказать, а вот, что это, там, а это просто люди не знают, как делать, они называют консервацией, понимаете, и поэтому, собственно говоря, поэтому, в этом контексте мы и говорим, что у нас недавно висит название методологии стандартизации применений. Это методология, собственно говоря, мы должны понимать, что на данный момент в контексте вообще наша строительная отрасль, или, так сказать, взять стандартный классификатор и так далее, понятие реставрационный материал не существует, нормативно оно не закреплено. И когда вы открываете там, вот, как строительные ресурсы в Минстрое, там этого нет. Когда мы сейчас делаем новую систему ценообразования, классификации и так далее, мы приносим, мы говорим, что у нас вот реставрационный материал. А нам говорят, ребята, ну, нет такого понятия, ну, сейчас формально, юристы говорят. Поэтому задача определить, что, какого реставрационного материала, каким образом, но при этом мы понимаем, что у нас даже любая харьковичная, начиная с афинской или, так сказать, и венецианской, последующими позволяет ввести принцип научности, как называемый. У нас принцип научности, мало того понимать, что это такое, ну, где-то приходят умные люди и что-то говорят. Нет, принцип научности, это умение, так сказать, он, если шифровать правильно, то, что звучит, звучит, это умение применять современные технологии в сфере реставрационного материала, так сказать, еще так, который, так сказать, полностью стабилизирует социальная память, который поддерживает ее, который продлевает его жизнь. Но при этом, собственно говоря, научность в том, что, собственно, гармонизирует то, о чем я говорил, подлинное и внесенное, понимаете, по разным параметрам, по эстетическим, по техническим, по каким-то технологическим и так далее. Поэтому это тоже тот принцип, который мы должны сегодня в нашего доклада, когда коллеги будут доклады рассмотреть, и, так сказать, и так далее. И вопрос, конечно, за этот перечень, конечно, необходимых инструкционных материалов формально, вот мы, я знаю, для меня существует, в рамках, мы со смертным, с инженерными измельчинами выявляли, у нас существует сейчас, где-то, порядка, такой, условный перечень, где-то 287 позиций, он может шире. То есть мы должны, так сказать, определить, в общем-то, самого подхода по перечень группы материалов, наверное, в процессе, где-то сегодня, в процессе, где-то начало дискуссии, первый вход в тему. Но в перспективе мы должны определить, так сказать, группы, группы, характеристики, которые мы уже предъявляем, не говори, что там мы работаем, там, в определенном фирме Ременс, Руми, там, или еще, там, мы вот сказали, определить материал, а уже потом, обратно уходом, те организации, которые занимаются, и, так сказать, эти материалы, которые мы должны определить характеристики, и в этом стоит конкуренция, как раз наиболее оптимальный подход. И третье, это, наверное, на самом деле, некий первичный список, которому необходимо завтра уже, что надо говорить, вчера, и до перспективы некую программу дорожной карты, действие, что нам вообще необходимо, что требует долгого размышления, подхода, включения в эту программу, на самом деле, попытка найти все-таки какие-то средства для того, чтобы вернуть вот, как бы, научные разработки, материалы, которые в мою пытность, в моей молодости у нас занималась главная лаборатория, тем лаборатория, так сказать, союз реставрации НПМ, и это, на самом деле, реально проводились не просто подбор материалов на память, а реально жили, так сказать, подборные технологии, материалы, которые рождались новые, в связи со структурным укреплением, инъектированием, докомпоновками различными вещами, там, материалами и так далее, но очень много чего делалось. Так что вот основной направленность, то есть мы с вами открываем новую страницу этим, и мы, по-рубному слову, знакомим с широкой общественной школой возможности, с основной материалом, это не просто то, что прошел по выставке, подобрался, где что-то необходимое, а это некий формат деятельности, сложный, серьезный и требующий знаний. И реставрация – это, прежде всего, технология. Так что я сейчас, мы начинаем нашу работу, я хочу вот этот приказ замечательный, который мы долго добивались, мы, наверное, года полтора, наверное, его визбили за него за приказ, чтобы утвердить под комитеты новые, так сказать, и состав, так что мы официально работаем в рамках членовского комитета. А теперь я хочу пригласить первого, так сказать, у нас некий будет, у нас заработано 3 часа, помогут около 3 часов работы, да, но я, примерно, хочу сказать, если нам было возможность и поговорить, и, может, подискутировать, ну, где-то форматное выступление, там, 20 минут, 25, наверное, ну, так плюс-минус, что называется, в формате, и потом, если будут вопросы в процессе уже конкретному выступлению или вообще на те вопросы, которые я задал конкретно у конкретного автора, так что, ну, вот, собственно говоря, вот, примерно такое выступление от меня. То есть, я приглашаю, там, первого докладчика у нас, доклад проблемы взаимосвязи, это долгие рецептационных материалов, применение материалов, характер Гаваля Людмитович, руководитель службы технологии, проект-менеджменты СССР, БАУНИТ. Пожалуйста. Спасибо большое, что пригласили на заседание. На самом деле, очень важное мероприятие в череде вообще всех действий в последнем времени. Я без картинок, потому что, ну, на самом деле, достаточно обобщенная тема, и, наверное, может быть, те мысли, которые я выскажу, ну, как бы, будут как-то коррегировать с последующими докладами. Что бы я отношу, я хотел бы обратить внимание. Мы сейчас, сегодня много говорим о том, что нам нужно что-то знать, нам нужно что-то понимать, нам нужны какие-то четкие ориентиры для того, чтобы принимать те или иные решения, ну, в частности, в области реставрации. И если мы таким образом неизбежно мы сталкиваемся с тем, что мы обсуждаем логику наших принятия решений. И если мы вспомним, ну, скажем так, наущую подоплеку этого процесса, то, конечно, мы обязательно вспомним о базовом алгоритме, как бы, да, принятии решений, которые заключаются в нескольких совершенно простых, но очень важных шагах. Речь идет о том, что мы можем, мы должны иметь некую информацию, мы должны ее получить, мы должны ее проанализировать, сделать выводы, ну, и в рамках нашей деятельности принять решения, которые потом будут реализовываться в конкретных проектах. Помимо этого, в череде этих взаимосвязанных шагов по идее должен быть еще шаг верификации, перепроверки того, на основании чего мы делаем какие-либо выводы. И если сейчас мы вспомним, ну, реальную нашу жизнь, на реальных объектах, на реальных проектах, то и попытаемся соотнести наши действия с этим базовым алгоритмом, с этой методологией принятия решений. И еще можно было бы назвать, он объективно существующий процесс, и, ну, наверное, его можно было бы назвать неким методологическим вариантом. То есть, вот такой базовый базис, который объективно, мы, которого мы объективно следуем, где-то осознанно, где-то, может быть, нет. Тем не менее, это реальность, и она так или иначе мысляет взаимодействие. Что конкретно, если говорить, как бы, о наших жизненных реалиях, высотопадные околоноучные формулировки, это все здорово. Ну, например, есть какой-то конкретный объект, есть как бы, по нему прорабатывается конкретный проект. Что нужно проектировщику, если мы говорим о принятии решений, что нужно проектировщику для того, чтобы принять верное относительно конкретного объекта решения в том или ином аспекте. Мы можем говорить о частности, в каком-то узле, в каком-то месте, о какой-то детали всего памятника. Можно говорить о памятнике в комплексе в целом. Хотя, кстати говоря, и комплексный подход и понимание системности и принятие системности как таковой, с материологической позиции, это тоже очень важный аспект нашей работы любого из присутствующих наверняка. Так вот, когда мы имеем дело с объектом, вот если мы мысленно хотят проследим логику наших решений, то как бы их принимать, мы можем с удивлением для себя в некоторых случаях увидеть, что решения принимаются иногда с недостаточной информативностью. То есть, на самом деле, для того, чтобы принимать, принять адекватное решение, мы должны обладать неким объемом информации. Не всегда этот объем информации присутствует. В силу ряда объективных субъективных причин я сейчас это не обсуждаю. И получается так, мы должны принять решение, у нас этот алгоритм по идее вроде как действует, мы его перескакиваем, потому что, потому что и еще каким-то причинам, потому что нет финансирования, потому что зажатые сроки, потому что чего-то не хватает, не хватает специалистов, не хватает и так далее и тому подобное. Поскольку наша тематика завязана на материологическое направление, то есть конкретное, натурное, материально воплощенное реализация каких-то идей, которые могут основываться и на научных подходах, и на разных определениях этих подходов. Это может быть и там, не знаю, разная конкретизация каких-то обсуждений, обсуждений тех или иных узлов. Так или иначе, сама логика принятия решений, она такова, что мы должны обладать нужным уровнем информации, то есть информативность для адекватного принятия решений должна присутствовать. Дальше может стать вопрос в этой череде логических взаимосвязанных шагов, где мы, как мы поймем вот этот уровень информативности. Очевидно, наверное, это непростой вопрос и может решаться в комплексе понимания вообще как бы статуса объекта. Статус объекта, объекта, культурной среди как такового. Мы на раннем вебинаре под гидровским обстроем, многие, наверное, присутствовали, там, онлайн, или как-то еще, обсуждали как раз одну из важнейших аспектов, это, собственно, уточненное определение и самих объектов и предметов оправданных. То есть для нас важна уже конкретика, выраженная конкретно формулировка. Сложно сказать, но, честно говоря, где это может быть граница в данном случае, где уже нужно остановиться в этих уточнениях о формулировках и прописании каких-линых регламентов, государственных стандартов и так далее. Тем не менее, в реальной жизни мы часто наблюдаем то, что не хватает ни системного подхода, не хватает ни конкретики тех-линых формулировок относительно направлений, и все это зачастую пагубно влияет на принятие решений. Ну, простой пример. по поводу информативности, берем элементарно какой-нибудь из проектов по конкретному объекту. Мы очень часто видим больных старичков с комплексом болезней. И много этих болезней, причиной этих болезней является для природы это объективно нормальная масса переноса, точнее плавный перенос. Для конструкции для материалов памятника это уже пагубные воздействия негативные. То есть мы видим как бы осознанно или неосознанно, но вот параметр влажности конкретных строительных и отделочных материалов он четко и очень конкретно влияет на состояние этих самых материалов и так далее. Мы видим эти проблемы из очага биопоражения, из деструкции той же кирпичной кладки, из деструкции утратами декоративных отделочных слоев. Мы как-то понимаем, что это влага, да, но в проектах это очень часто не звучит должным образом. Хорошо, если точечные замеры влажности будут сделаны. Но ведь за очень редким исключением вот этот конкретный пример сосмотреть, за очень редким исключением мы увидим в проекте картограмму влажности. Не только на поверхности, может быть, на глубине. И мы не понимаем целостности реально объективной картины состояния памятника, которая может нам помочь в комплексе, в объеме оценить ситуацию. Мы можем без этого уровня информативности очень точечно, локально делать выводы, принимать решения. Все. Но поскольку мы не видим и не чувствуем, не осознаем конкретные взаимосвязи, системы материалов, данном конкретном следующее, то, конечно, вот эта реально природная логика срабатывает, памятник рушится, процессы природные никуда не деваются, честно говоря, природе вообще, если так грубо выразиться, наплевать, что мы думаем, как мы что характеризуем, каким образом мы описываем. Она работает по своим реальным природным условиям. нашу проблема состоит зачастую в том, что методология работы с информацией, методология работы с объектами культурного следия, она где-то теряет вот эти ключевые звенья, которые связывают у нас одно с другим. Вот примерно такое жизненное наблюдение. к сожалению, оно не вертое. Сказать о том, что нет инструментария, нельзя. 73 ФЗ, он как бы дает общее определение, что мы делаем комплекс каких-то, проводим комплекс исследовательских работ. ГОСТ существует. Ну, наверное, хорошо, что еще эти ГОСТы стали выполняться, в которых методология принятия решений, она красной ники сквозит в описании самих методик. Но очень важно на самом деле более четкое определение и более четкое осознание вот этой системной взаимосвязи. Я, к сожалению, может быть, я законодательство совершенственно не знаю, но оно так и есть. Может быть, специалисты еще расскажут что-то. Но мне сильно задается, что не хватает системного вот этого подхода в рамках как раз методологии реставрационных работ я иду в системности принятия решений. Все это основывается на том, что не хватает зачастую информативности. Вот у нас базовые рекордные точки, которые влияют последствия на то, с чем мы потом выходим в дальнейшую эксплуатацию. И вроде бы и решения были прописаны, и подрядчик все как-то старался сделать по проекту, но все вышло криво, как всегда утрачены, но как бы затраченные деньги, потрачено время, а результат все тоже. потому что мы не знаем, мы не ни на основании никаких законных подзаконов, законных актов, ни на основании нормальной логики мы не получили нужный уровень информативности, мы не сделали соответствующих адекватных выводов. Ну вот такая беда на самом деле. я надеюсь, что последующая вся совместная наша деятельность, она будет уже более четко направленно отрабатывать эти вопросы, но они будут не обязательно в декларативном виде как-то пытаться вносить изменения в секс-3 документах, хотя зачастую где-то хочется. Все-таки это достаточно общий закон, если говорить о таком высоком логике. В конце концов, мы можем дать нам возможность проводить, он же не запрещает, и в конце концов, мы можем дальше прописывать, обсуждать, принимать решения, для того, чтобы именно методологически системно уже по конкретным направлениям отрабатывать эту задачу, чтобы была нормальная, адекватная логика, мало того, еще должен быть инструмент. у всех, кто работает, кто конкретно работает, проектировщиков, кто пишет проекты, и в рамках этих проектных работ проводят исследовательские работы. Дальше уже можно до бесконечности обсуждать, там, вариативность большая, методика, они на сегодняшний день совершенствуются, появляются какие-то новые приборы и оборудование, и так далее, и тому подобное. Это уже конкретнее, как частности. Общий есть подход методологический, что мы должны следовать базовой логике, и мы не можем противоречь вот этому методологическому варианту. Чтобы сделать это, получить адекватный вариант, ответ по вопросу и сделать вывод, мы должны обладать нужный уровень информативности и, соответственно, не забывать о том, что мы должны проверить и даже перепроверить эту информацию. С точки зрения конкретных предложений, что можно было бы, наверное, озвучить. Ну, сложно сформулировать так к исходу, но тем не менее, я думаю, что есть смысл, во-первых, продолжать работу по стандартизации, прописывая хотя бы конкретных методик, где отражался бы весь этот подход. Методик будет множественное, потому что много всяких управлений. Выбор материалов, выбор свойств, основания на том, что вы делаете только что Сергей Борисович. Это, конечно же, тоже неизбежная тематика. И следующий докладчик, я думаю, более конкретный и правильно вы говорите. Ну, такой экскурс в логике немножко. Спасибо большое, что послушали. Да, спасибо. Александр, вопрос, конечно, да, вопрос, конечно, поставленный вот таким, мы не говорим, что мы сегодня формулируем какие-то прям пункты и все остальное. Но направление, конечно, абсолютно правильное, потому что, знаете, технологический процесс мы сейчас снимаем от обратного, потому что мы когда делали право сейчас реформу ценообразования, то для того, чтобы войти и описать наши проблемы, описывать у нас, вот, если вы посмотрите на эти госты, которые для ценообразования, норма времени, там, зарплаты, они называются технологические процессы. И там была попытка описания процессов в процессе исследования и проектирования метокультурноследия. И работы предварительные, комплексы научных исследований, включая там все инженерно-технистики, логические, инженерно-технологические, химикатологические и так далее. Поэтому, мы при этом прекрасно понимаем, что у нас, как говорили, методики, у нас уже это большое количество гостов, например, есть госты, например, каменное изотчество, и там, в принципе, уже там есть некие такие процессы описаны, и какие-то экскурсы в технологические технологии, материалы, которые были раньше, и которые уже предполагается делать. Но при этом поддержки там закрепленные на уровне методичек, да, но методичка это стандарт практики, знаете, если специалисты совпадают свои квалификации, оно не менее совпадает, оно уже порождает другую, новую ступень, более высокую, оформляется уже стандартом. Поэтому, собственно говоря, вот эта вся технология, наверное, мы раз за разу будем к этому возвращаться, прокручиваясь все угла, вершим, подходим, но каких-то вот найти какой-то, это даже может быть не в госте, на каком-то документах, но просто думать, закрепить этот подход, а что мы возьмем в основу нашего выбора. И, конечно, я много раз мы с коллегами говорили, что вообще идеально было, когда, знаете, инженер, так сказать, материал, технолог, материал, выходит на объект вместе со следователями. то есть это было бы просто-просто такая ночь. Я знаю такие случаи в мировой практике, в нашей таких случаев не особо, что называется. Так что, спасибо за постановку вопроса, задачи, то есть, как бы, ну, у нас, я не знаю, здесь запись идет, но мы все равно не идем, это не в наших функциях, спросим организаторов, но, кроме запомнить, я вас запомню. коллеги, я хочу, сказать, передать слово следующему, если есть вопросы какие-то, или суждения по методологии, господа, просто у нас, сказать, все-таки это вещи важные, если есть, но это не микрофон, и, собственно говоря, кто хочет сказать какое-то свое слово по этому поводу. Ну, это может все в процессе, пока созреют мысли, это у нас, у нас все-таки форма технического, социально-технического комитета, нам всегда будет демократичным, понимаете, это фактически такая дискуссия. Так, и у нас следующий спикер, не знаю, Алексей Михайлович, вы здесь? Алексей Михайлович, Крейтонов, он на Галифе, а? Он на его замещение. Через сколько он будет? Ну, тогда я, когда я, так сказать, это место, так сказать, это целый коллектив, я не знаю, в какой кассе, вы сами поделяетесь, это проблема технологического подхода при проведении реставрационных работ. Вот, а будем, Любовь Владимировна, главный технолог, у Краски Федлендера, Петрова, Людмила Борисовна, начальник Краски Федлендера, и Кузьмин Александрович. У вас такая вот, так сказать, передаем вам слово, пока вот, вот, все в ваших руках, потому что мы много с вами, так сказать, заговариваем, много дискутировали эти темы, и конкретные, и около, так сказать, социализировали, вообще мы уже давненько на эту тему, по-моему, затеяли, такой поход, да, мы его проговаривали года полтора назад, наверное, да, так что, прошу? Да. Мы сначала не очень понимали, с чего бы нам начать, но, собственно, название, в общем-то, нашего круга, слова немножко по-могу. Мы компания Краски Федлендер, с 2017 года выпускаем красочные материалы, в том числе, в том числе, для реставрации, и для меня, как человека, который работает исключительно по стандартам, начальника биотехнического контроля. Если кто помнит, это моя юность, это знаменитая Невская палитра. Это кто, это кто брал в детстве краски, кушки, краски, да, должны помнить, акварели. Продолжаем их выпускать, не снижая качество, настоящего. И с 2017 года решили восстановить цех производства строительных одеялов, который был изначально до заработки, в том числе, что это просто. И продолжим. Для меня было очень странным, почему же не существует стандартов именно на реставрационные материалы. Вот сейчас Сергей Борисович сказал, что оказывается, нет самого понятия реставрационные материалы, поэтому, конечно, нет стандартов. на самом деле, вот комитет по стандартизации культурное наследие занимается, да, вот каменное изучество уже, и не только мост уже был разработан, внедрен, и сейчас вот создан подкомитет, ну, вы знаете, многие из нас участвуют в этом, подкомитет реставрационные материалы, который разрабатывает целый взвод методик по производству работ, мы тоже участвуем в этом в части окрашивающих методик, потому что мы занимаемся как бы стандартов на красок. То есть мы подключаемся к процессу реставрации, можно сказать, на последнем этапе. И хочу сказать, с чем мы сталкиваемся в процессе своей работы сейчас, поскольку импортозамещение стало в полный рост, соответственно, и все проблемы, которые нам стали очень близки. И хочу сказать о некоторых проблемах, с которыми мы сталкиваемся, и возможно это натолкнет на какое-то решение именно по поводу стандартов, методик, ну и дальше скажу. Мы обнаружили такую серьезную проблему. Это в первую очередь мы считаем некомпетентность сотрудников во всех областях реставрационных средств. То ли недостаточный уровень образования, то ли просто вот как-то люди не глубоко вникают в процесс. То есть начиная от составления проекта. Люди не понимают разницу между реставрацией и общестроем. Совершенно нет понимания состава материала и его свойства. Я конечно конкретно сейчас про окрасочную систему говорю. Мы сталкиваемся с тем, что в проекте может быть прописана краска, которая не только не является аутентичной, но и даже может быть прикреплена для объекта культурного наследия. Например, такие краски вот в методиках там были. Теперь хлоровиниловые и кремниорганические. Я понимаю, что они очень атмосферостойкие, но не для объекта же культурного наследия используют и краски. Не понимают люди, как происходит процесс формирования поверхности при применении того и другого материала. Минеральные окрасочные системы, такие как силикатные, зоосиликатные, звездковые, они образуют поверхность при помощи химической реакции, силикатизации или карбонизации. И надо понимать, что для этого нужно минеральное основание, очищенное, подготовленное. И все, что до этого использовались материалы, они тоже должны быть минеральными. Иначе этой связи химической не будет, соответственно поверхность не сформируется и не будет качественной. Я волнуюсь, видите, я так вверху наступала. Ага, а презентация у нас где-то была? То есть мы сталкиваемся с тем, что производители работ не читают инструкции, да, вот мы пишем, что, ну, как правило, все производители окрасочных материалов рекомендуют систему, по крайней мере, грунт и краска. Нет, зачем нам ваш грунт, у нас есть свой. Спрашиваем, какой же у вас грунт, силикатную краску у нас берут. Какой же у вас грунт? Ну, у нас акриловый, дисперсионный грунт. Ну, ребята, извините, ну, как у вас поверхность сформируется, если вы между минеральной краской и минеральным основанием сейчас эту пленку дисперсии организуете. Но это вообще не нравится. Дальше был такой случай, мы вообще не будем использовать грунт, нам и так хорошо. Поверхность очень впитывающая была, соответственно, силикатная краска после высыхания и пятнистость, и миление, и все, что угодно. Был, например, такой объект, дальше, это уже, это что касалось составов, о которых никто не знает. Ну, никто не знает, но многие не в окон не разбираются в составе. Дальше, что касается производства работ. Вот буквально недавно на объекте культурного наследия, что это, усадьба, не усадьба, а как в Москве сейчас. Какое-то здание, да, старинное? Про что? У меня проблема. Только про влажную полежность. Это был проект, это был проект, это был проект, это был проект, городская усадьба, города в Москве. Система красочная прописана была верно. Силикатный грунт, силикатная краска, на выбор были все компании, которые производят такие материалы, но в технологии проведения работ было описано поверхность должна быть очищена и сильно увлажнена. Ни у одного из этих производителей окрасочных систем для силикатных красок не прописано увлажнение поверхности. Не только просто увлажнение, а вообще должна быть поверхность сухая. Когда обидно увлажнено, это вообще как? Это в проект прописано, понимаете? Поэтому я не очень понимаю, на что ориентируются люди, чем они руководствуются, когда они эти проекты прописывают. Мы считаем, что должны быть прописаны также такие показатели очень важные для красочных систем, как парапроницаемость, долговечность и светостойкость. При этом эти показатели должны подтверждаться протоколами испытаний опредитованных лабораторий. Потому что частенько производитель заявляет высокими показателями, но ничем подтвердить не может. То есть где-то в документах, методиках должно быть это прописано, что комплект документов должен прилагаться к материалу, который поставляется. Это я по конкурсам дальше сказать могут быть документы. также мы хотели обратить внимание, например, это также проблема окрасочных систем, выборе цвета. Часто архитекторы и специалисты, которые прописывают проект, выбирают цвет по глянцевым веерам, тогда как практически все окрасочные материалы после высыхания образуют матовую поверхность. И вообще-то общеизвестно, что один и тот же цвет глянцевым в ориенте матовым выглядит по-разному. При этом существует большое количество вееров, где можно выбрать также матовый цвет и совершенно спокойно его прописать. Ну, не знаю, может быть, кто-то был на соседней презентации нашей компании, где говорилось о том, не обязательном картинке, картинки мне не обязательными, где, например, был выбран цвет паралл 4011. Я даже перестрасила приходил технолога, это правда был объект на свете? Она мне говорит, да. То есть это был такой чистый фиолетовый цвет с эффектом металлик в силикатной краске. Ну, это просто, понимаете, нереально, потому что знающие люди понимают, что в силикатной краске можно использовать только неорганические и при этом щелочистойкие пигменты. И, конечно, такой вот яркий чистый фиолетовый цвет нельзя получить, не добавив органический пигмент. Но в таком случае, понимаете, мы, конечно, можем его добавить, это не вопрос. Мы можем все что угодно добавить в эту краску. Вопрос получил такой цвет, но как долго он продержится на объекте? Очень недолго. он просто выгорит все. Кроме того, при добавлении дополнительной органики естественная пожарная опасность может сдвинуться в худшую сторону. Ну, про эффектный талик я вообще молчу на объекте. На следе. Также был такой вариант из листковой краски. А был заказан темный, темный лиловый цвет. опять же, знающие люди понимают, что в известковой краске невозможно получить такой цвет, опять же, потому что, во-первых, там можно использовать только те же самые неорганические щелочистойки пигменты, кроме того, и звезд сильно разделивает, поэтому в известковой краске можно получить только такие пастельные цвета. И всегда нужно еще учитывать, что высокое содержание пигмента в известковых составах приводит к снижению прочности полученной поверхности. Что еще? Да, следующий этап. Но чтобы избежать каких-то проблем, которые потом нам возвращаются при неправильном использовании материалов, мы прописываем технологические карты, очень тщательные, подробные, касающиеся самого объекта, касающиеся материалов, которые хотят на нем использовать, как они будут себя вести, как будет формироваться поверхность, какая нужна толщина покрытия, какие временные и температурные режимы необходимо соблюсти, какие материалы, инструменты использовать при работе, да, прописываем, например, если это валик, какая должна быть высота борста, если это безвоздушное нанесение, то какие характеристики у оборудования, то есть стараемся как-то поддержать и производителя работы, и себя в том числе, да, чтобы потом не было претензий по этому поводу, вот, и, конечно, вот мое видение такое, не только мое, но и коллег, сейчас коллеги еще кое-что добавят, нужно, конечно, обязательно разработать стандарты на сами материалы, да, вот и уже на краски для конставрации мы пишем, мы пишем, гост, также надо их и на силикатные, силикатные остальные, которые используются, да, постепенно, естественно, вот эти методики тоже, да, разрабатываем, и вполне вероятно, что вот в методиках этих имеет смысл прописывать о том, что какой-то, какой-то, ну, не важно, такой материал или такой производитель, это я не про это хочу сказать, а про то, что любой материал используемый должен иметь пакет документов, да, во-первых, любой материал должен быть произведен в заводских условиях, то есть недопустимо смешивать известь прямо на непосредственно перед работой, потому что кто даст гарантию вот на эту систему, правильно ее смешали, да, выдержали все необходимые условия, да, для того, чтобы получить качественный материал, вот, материал должен в заводских условиях иметь сертификаты качества, различные СДР, пожарную безопасность, протоколы, как я говорила, испытания на пропорциональность и долговечность, причем нужно прописать именно по каким стандартам должны производиться эти испытания, потому что тут мы столкнулись тоже с такой интересной темой, производитель почему-то отдал на испытания окрасочную систему по ГОСТу, которая для чего, для окон, при этом окрашивать мы хотели бетон, да, бетон, вот, мы не поняли почему, они получили протокол на 50 лет по этому ГОСТу, сказали, окей, супер, мы берем эту краску, ну, дальше я не буду рассказывать, какие были проблемы, это уже были их проблемы, вот, то есть, ГОСТ тоже должен быть описан, и также сопровождаться вот этими технологическими инструкциями, во-первых, производителя, и вот этими технологическими записками, или как правильно называть эти сопровождением техническими картами, в которых должно это все быть прописано, потому что материалов много, да, и все учесть в стандартах не можем, поэтому вот наличие такой технологической записки непосредственно от производителя, это, мне кажется, будет полезным. Сейчас коллеги добавят. Слышно меня? Нет? Я могу не может быть. Ну, Людмила Борисовна, главная и фундаментальная вещь уже сказала, я сейчас попробую, у нас презентация появилась, прокомментировать некоторые тезисы уже предметно, все-таки реставрация дело предметное, согласитесь, теория важна, очень важна, и наука важна. Кстати, науки практические, вот, Сергей Борисович, не знаю, согласиться нет, отсутствуют в реставрационных материалах, в частности, да и в нашей юрисдикции, в наших условиях существования производств, по производству по, например, ЛКМ, мы говорим про гравцовую систему, это вообще делать очень затруднительно, вся экономика, вот, вопрос о выборах замещения, она же строится на сбыте, сбыта организован таким образом, чтобы были лаборатории, лаборатории должны быть оснащены и оборудованными, и специалистами, и если это не, вот, с чего я начал, со сбыта, не организованно сбытом, не организованно проектами, проектировщиками, и объектами, на которых применяется эти материалы, поставляются, применяются, то ни о какой лаборатории, ни о какой науке вообще говорить не приходится. Вот, это каким образом должно присутствовать, это обязательно должно присутствовать, вот этот тезис, не знаю, как у вас будет лучше или хуже, или это просто какая-то некая метафизическая основа будет этого стандарта, но мы все должны об этом понимать, это понимать и правильно, адекватно оценим, когда на объект приходят, вот посмотрите, вот допустим, справа от вас, это желтый цвет, когда акриолой краской, знаете, производители из недружечных деревьев стран, они любят животных изображать, разных там, аллигаторов, слоников, ежиков, вот, хороший производитель, надо сказать, действительно есть с чего поучиться, но архитектор непрежно относится к финишному слою, это повсеместно, Людмила Файсона уже об этом сказала, это происходит и на исторических объектах, не на исторических объектах, на разных и всяких, но в реставрационном деле это не то, что нужно избегать, это просто недопустимо, потому что, когда прикладывают веер к стене, где сделан выплыл с силикатной краской, а веер выполнен полиграфическим способом и представляют собой какие-нибудь полимерные составы, но здесь возникает и спор, и недоумение, и никто не хочет соглашаться, что он ничего не взмыслит в деле, которым занимается. Здесь даже вопрос не химии, а некой, вот именно, небрежности, да, тут много ума не надо, вот, много ума не надо, чтобы разбираться в окрасочных системах, но здесь нужно понимать, что объект будут понимать по состоянию верхнего слоя и объект будет сопровождаться и эксплуатироваться и, так сказать, оцениваться в постоянном режиме, потом также по состоянию финишного слоя. И вот о чем сказал Сергей Борисович, аутентичность, да, здесь нужно понимать, что материал, который современные технологии и современные производства предлагают, они в обязательном порядке должны учитывать и состояние памятника, оставшееся состояние памятника. И вот здесь я с коллегой из Гоумида не соглашусь, он говорит, что влага, влага, да, влага, да, есть гидофобизаторы все, говорят, мы тоже применяем гидофобизаторы, я выключил, они у нас есть, но сейчас я хочу показать, где они есть, вот кирпичная гладка, видите, или из белого камня колонна, но здесь также применялись гидрофобизаторы, и эффекты, я потом их опишу, но смысл в чем, что, я скажу такую вещь аккуратно, что гидрофобность, материал, особенно природного, особенно исторического, и гидрофильность, вот в моем понимании, они равноценны, и я бы даже так сказал, с учетом современного развития строительной физики, они взаимодополняющие, они свой эффект создают в природном материале и в природе вообще, только в комбинации, кстати сказать, и вот если вспомнить основной тезис физиков-ядерщиков, что в природе нет ничего, кроме электричества, речь идет о темном, плюс и минусе, есть электроны и атомы, есть положительные зарядочные частицы и отрицательные зарядочные частицы, и силоксаны, силиконы, в ретном случае, силан и силоксаны, скажем, более популярные изложения и изводия современных гидрофобных составов, они создают пленку, они создают защитный эффект для объектов культурного наследия, но какие процессы развиваются под ними и какие, кстати сказать, будут в последующем развиваться и на самом финишном слое, это прилипание, это именно электрохимическая реакция пылевых отложений и грязи частиц, которые оседают на объекте культурного наследия и ничем их не уберешь. Я встречал в своей практике, вот например, на объектах, здесь должен быть где-то доклад по метрополитену, так вот, если это память культурного наследия, например, вестибюле станции метро Сокол, чем они были сделаны в советское время, это, ну, аховая ситуация, там просто масляной краской известняк был загражден несколькими слоями, в нескольких, до войны, после войны, в 50-е годы, в 70-е годы. Значит, состояние камня, можете себе представить, не буду долго про это говорить, но вот это результат невнимательного и небрежного, что ли, отношения к процессу, который происходит в верхнем слое и на памятнике вообще. Значит, вы знаете, вот средняя колонна, тут такой анекдот получился, значит, это известняк, хорошая колонна, в хорошем состоянии, но докомпоновку делали специалисты, которые почему-то решили и тот, кто занимался камнеувреплением и самой докомпоновкой, уверял меня, что это абсолютно гомогенный состав, но потом главный архитект и проект сказал, что это жульку. Он у меня делал это зимой, и он покупал антизамерзайку для того, чтобы добавить. Что это такое? Это хлорида, это соль. Вот мы потом наносили нескольких вариантов состава, тут силикатные, золь силикатные, известковые, известковые высокополненные составы, не могли понять, от чего происходит набухание, отторжение, и, ну, пятна это само собой. На этом известняке ничего не перекрывало, плохая краска. Вот только в конце в этой истории выяснилось, что это хлорида. Слово сказать, вот эти соли тоже нужно, если бы иначе, где-то мы должны предусмотреть, что ли в стандартах какие-то указания на, не то что запреты, плохое слово, но нельзя применять противоморозные добавки на памятниках культуры и особенно в окрасочных системах, в частности, в минеральных составах. Но, знаете, как это всегда, предупредить. Вы можете, вам, знаете, как, вам все позволено, но не все полезно, да, там, и, собственно говоря, сказать, вот, вы делаете это, ну, может быть, то-то, 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 и человек там уже выбирает, хочет он этого или не хочет. Ну, согласен. Но, кстати, вот еще один такой важный момент, ну, для меня, в общем, в случае, показательный. Вот, противоморозные добавки, это же история давнишняя. Сульфанаты были всегда, вот, Останкинскую башню строили в зимний период. Много примеров, ну, да, как, кстати, с бетонами много работали. Ну, вот, в мое время в Транстроя, например, корпорации, которые занимаются прокладкой тоннелей, строительством мостов, БАМы, и так далее, у них в жестком порядке применялись только нитриды натрия, в качестве противоморозных добавок. Вот хлориды, которые сейчас популярны, почему? Потому что они самые дешевые, ну, потому что у них соль самые агрессивные и активные, кстати сказать, таком агентам, которые потом это все дело проявляются на финишном слое. Вот для нас это, кстати сказать, вот, правая картинка, это храм, вот там были сделаны кирпичи, вот производство не должно было останавливаться, зимой, зарплату людям было нужно продить, поэтому кирпичи делали, но как это можно было делать? Только с добавлением вот этих хлоридок. Вот, что случилось после штукатуривания значит, из вискового, из вискового состава, да, и покраской зодчий, лекарный импортный, кстати, дорогой краской. Вот на следующий год вот так все будет место. А, ребята, да, сейчас я посмотрю, что там интересное может быть есть. Пока добавлю, буквально. Буквально, пока Александр говорил, я сейчас тоже добавлю. Многие считают, что финишный слой окрасочный может скрыть все дефекты предыдущих работ. Хочу сразу всем разуверить, что окрасочный слой это не картина, которая отверстия закрывает в тени, да, это на самом деле компонент системы, который уже вот образовали. Поэтому все окрехи работ будут на окрасочном слое видны. Знаете, в качестве завершения вот что вспоминается в красках, которыми вы занимаетесь и которым, слово сказать, деставратору очень нравится, значит, существует важный компонент пигменты. Вот это к нашей сегодняшней истории импортозамещение, да, пигменты штука такая особенно, она границ не знает. Вот, аквамарин, аквамарин, почему он был так назван, потому что его из-за моря привозили. Единственный карьер был где-то в Афганистане, забыл, как точно, провинции называть, его пройдем был очень дорогой. А, значит, пока не кобальт и катми не стали применять, из Египта или из Греции завозили красный пурпур, парфира, да, вот он был вес золота, вот буквально по весам, да, один грамм золота, один грамм этого пигмента. Римские итоги императоров были не из этого пигмента, окрашены красителями на столе этого пигмента, а вот, например, сенаторы могли позволить себе и было разрешено только одну полосу сделать отличительную. Ну вот в конце такой анекдот тоже вспоминается, сегодня мы про это говорили, именно пигментная база, которая важна и которую мы будем применять не учитывая местное расположение этих карьеров, должны, обязаны, потому что это качественный состав, в конце концов, есть такой, сейчас скажу, немецкий синюм, берлинский синюм, берлинский термалиен называется, вот, знаете, история такая, как его делали и как сохраняли рецепты, это, значит, ляпись ланзуй, нет, не ляпись ланзуй, это синюм, а здесь они делали вот что, они вайда, это такое растение, произрастает это в тюриньке, стебли и листок мололи, заливали мочой пьяного мужчины и добавляли спирт, значит, вот с тех пор появилось там это слово плаузае, это немецкий, это быть синюм буквально, это быть пьяным, потому что производили пигменты и красители в воскресенье, значит, чтобы всю неделю могли им работать и вынуждены были надеваться до бессознательного состояния, и еще есть такое выражение блаумон, это синий поведенник, когда у тебя похмелье, значит, и что, чему я это говорю, значит, в конце 15 века пасхата Гамма привез индиго из Индии, они посмотрели, конечно, он в 30 раз больше процентное содержание пигмента, он совершенно шикарный цвет, курфюрсы запретили использовать индийский пигмент, потому что это лишало работы немецких юргеров. Хочу вас всех успокоить, сейчас так пигмент никто не производит, только химик. А то я хотел ставьте пакет предложить. Лазут, железную производят в результате химического синтеза. Не вам мужчины, не волнуйтесь. клуб коллировщиков можем организовать. Три минуты. Знаете, я искал здесь слайд последний, но мы, видимо, не ту презентацию воткнули. Там вот о чем. Это тоже, кстати, окраска пигмента о том, как неправильно применяют. Тут было изображено обосновление архитектурного департамента, по-моему, так вот называется, в Московской области, который не рекомендовали применять на объектах общества, слава богу, не культурного средия. Значит, сейчас попробую точно процитировать, крупнопанельные фасадные, крупнопанельные фасадные блоки окрашены. Значит, почему они это сделали? да потому, потому что краска отваливается, потому что она трещит, потому что она цветает, потому что неправильно применяют. Вот весь пафос нашего выступления был доказатель о том, что есть правильные составы, есть те составы, которые аутентичны и долговечны на фасадах, на памятниках культуры, но главная здесь фишка, почему-то это тоже против запретов, то, что должен быть идеальный конкурентный рынок. Значит, что сделал этот департамент? Он практически решил практики и работы все лакарочные производства. Вот от них пунктов. У них всего там пунктов 15 написано очень нелепо, как, кстати, в виде этих текций, но им сейчас пользуются для того, чтобы не применять застройки вот этих ковровых человейников, и я боюсь, что если не будет с нашей стороны какой-то реакции, это можно сопоставиться и на объектах культурного наследия. Ведь почему реставрационные материалы, кстати сказать, Минстрой, ну, я так думаю, благая мысль была такая у них, не включены как отдельные позиции, как отдельные логические или классификатор, что ли? Потому что все почему-то либералы с конца 90-х годов ставили, даже с начала 90-х годов ставили считать, что вот эта концепция идеального рынка, за которую в Америке нобелевские премии получали многие экономисты, которая сама по себе хороша, но которая должна иметь какое-то практику применения избирательное, что рынок он многоугладен, и что на объектах культурного наследия в зодчатом бренде, если будет присутствовать там силикатная краска, но на самом деле это будет краска с большим содержанием дисперсии также не имеет права присутствовать. Как это поразить в наших документах, я тоже пока не понимаю, но нам обязательно это нужно будет сделаться. Класс параллельно нет. Да, может быть это через какие-то классифицирующие, правильно говорит Людмила Борисовна, через какие-то сопутствующие характеристики. Но последние здесь еще одна минута. недавно стоящая реплика одного разработчика СФП СФП это отделочные изоляционные материалы. Он говорит, знаете, вот у нас в этом СФП тоже все написано не очень так удобно, хорошо и понятно и однозначно, но это связано с тем, что у нас в 2017 году профессиональной публики на стройках и профессионала вообще не осталось. Поэтому тогда начинали писать документы предписывающие а вот например там в Европе у них документы содержат некие параметрические показатели. Да, все верно. Но это в 2018 год, а у них тоже была Великой Отечественной войны и тоже профессионалов не осталось. Но почему у них параметрический метод работает, а у нас не работает на стройках документов? Ну, все да. Ну, во-первых, родился, я, знаете, скажу, почему вот эти вот следы, потому что сейчас мы вспомним многое, говорят о советском периоде, советской реставрации, но я, знаете, жил и там, и там, я жил, славный союз реставрации организации. Чем отличались союз реставрации, рост реставрации и так далее? Это были закрытые, даже как питерские мастерские, закрытые конглуберации. Они развивались за чуть-чуть, почему там шла наука, но она была локальная, внутренняя, потому что, по сравнению проекте расспертизации, там, и СССР, было определено, что 10% от прибыли давалось на развитие, внутри оставалось организации. И организация там нормативно была закрытой, внутри себя, там были методические выпуска, и так далее, и так далее. Но внешне это никуда не выходило. Я вам скажу, что у нас реставрация, как вид экономической деятельности, закреплена классификация экономической деятельности 1 апреля 2018 года. Это не было ни в советское время, ни в постсоветское время. Так что, чисто, как и в июне существовало. То есть, мы все занимались незаконной экономической деятельностью, понимаете, по прикрытиям государства. Такая большая, большая ОПГ. Вот, собственно, вот. Поэтому, собственно говоря, этот вопрос очень серьезный, потому что, на самом деле, если мы говорим о науке, как таковой, да, мы, ну, не беру, я не беру там северноевропейские страны, но, например, классические реструкционные люди, это Италия, Испания и так далее. Что мы имеем в Италии? Мы имеем римский институт, то есть, 2300, высший институт, мы имеем там академию, так сказать, политехнических институт Милана, Феррари и так далее. Что мы имеем в Испании? Мы имеем институт испанского наследия, учрежденный, так сказать, со временем диктатором Франко и, собственно говоря, обладающий большим развернутым штатом, департаментами отдельными, исследовательскими департаментами, лабораторными корпусами, школой своей, и она определяет политику, науку и все остальное, разработки нормативов, подход, методологии и так далее, и так далее. Там штат 6,5 тысяч человек, что называется. Это, так сказать, государственное учреждение, диктующее правила игры. То есть, там есть государственная политика, потому что, так сказать, реставрация, связанная с туризмом дает там в некоторых провинциях львиную долю бюджета ВВП, это связано с системой экономического развития страны и так далее. Это просто некое внешнее показательное, мы этого не касаемся. Просто говорим о науке. Поэтому, собственно говоря, мы, обозначая вот эту связь, внутреннюю связь, пока с вашим ведем в рамках хамитета, виды, процесса работы, конструкции, материалы и так далее, некое такое стрем-плотно, в котором мы должны для себя, сказать, понять, что все это все взаимосвязано. Потому что, я говорю, когда мы берем, вы говорите, что последний красочный слой, это не просто консервационный слой, на самом деле, если мы берем итальянские документы, там есть кодич, такие стандарты практики, там 164 позиции, описывающие качество поверхности, это художественное качество поверхности, не технологическое, это художественное, а оно достигается за счет грамотного применения технологии, с учетом и подложки, и со счетом и слоев покрывных, и с учетом конкретного, как внешнего слоя. Я не буду, что там все идеально выполняется, но обозначено, прописано, это есть. Это вот как в том, что вам все позволено, но не все полезно. Понимаете, вот это из этого, поэтому, собственно говоря, вот это из этого, вот эти, и ваши вот сомнения, и ваши размышления, они как раз в эту тему и на этом должны полезны. Так же, как и Валерий Адмитич говорил о том, что есть проблемы, связанные с влажностью, которые, знаете, причем у нас за последние там 3-4 года, чуть побольше лет, поднялся парадигм вообще по критериям ТВР памятника, да. Если раньше это было мобильное воздействие на климат внутри памятника, то теперь эта прелесть идет облаживаться в конструкции. И у нас, недаром в нашем техкомитете существует такой замечательный подкомитет и ПТС, историко-природная техническая система. То есть, не только памятник, но и среда, но и грунты, основания и все остальное. Так что, вот ваше рассуждение на общую копилку и пожелания, да, мы как бы запоминаемся. Спасибо вам большое. Так. Дальше у нас, сказать, мы привозим на нашу... Да, спасибо вам большое, потому что это важно. Ну, и, кажется, я всегда с удовольственной участвую с коллегами из Светлендера. Просто у них... У вас, по крайней мере, наука присутствует в голове. Вы ее с собой носите. Добрый день. Теперь я хочу писать слово. Отличительный признак и ресурсов метрового ведения Харитонов Алексея Михайловича, институт генерального директора по науке УАЖа, только на правительство СП УГАСУ. Вот. Ну и представляющего, так сказать, союз ресторантов Санкт-Петербурга в том числе. Да, пожалуйста, Михаил Михайлович. Добрый день. Рады приветствовать. Ну, поскольку мы наше общение проводим в рамках выездного заседания подкомитета и этот подкомитет называется реставрационные материалы, то я начну с наболевшего. Ну, как наболевшего? То, что меня интересует при слове реставрационный материал, в первую очередь, это само понятие реставрационного материаловения, потому что для меня, поскольку я уже давно связан со сферой реставрации, это кажется вполне естественным. Но когда я начинаю говорить о реставрационном материаловении в кругу своих коллег, ну, так скажем, материаловедов, но не занимающихся реставрацией, у них вызывает это некое удивление, непонимание, говорят, что это за реставрационное материаловение, что это за часть науки о материалах, мы такую не знаем. Ну и поэтому, конечно, нужно определить, что из признаков позволяет нам отнести реставрационные материалы в отдельную категорию и правомерно назвать это реставрационным материаловением. Об этом в первую очередь, конечно, хотелось бы задуматься, когда мы собираемся нормировать вообще с точки зрения материалов позиции, касающиеся реставрации. Ну, проговорим сначала, может быть, понятны 7 вещей, но без этого невозможна логика рассуждений в той конве, которую мы определили для себя сегодня. Реставрация, в первую очередь, это такая уникальная область, где очень тесно завязаны как ремесленные умения, ремесленное мастерство, так и с научными методами, и они идут на всех этапах совместно, начиная от предварительного обследования, закачивая эксплуатационными вещами, потому что те факторы, которые окажутся агрессивными для памятника, они становятся понятными не всегда сразу, а может быть, по прошествии некоторого времени, и это все нужно постоянно отслеживать, корректировать, вносить изменения в мероприятия, материалы и все такое. Поэтому здесь наука и практика они всегда должны быть рядом, что в принципе и нашло свое отражение в самом наименовании реставрации как научной деятельности. При этом научные методы как раз используются самые современные, если мы о реставрационных материалах говорим, что это должны быть историческими, то вот о научных методах мы всегда говорим в категории самых современных достижений. Это и те средства измерения, вернее те методы научного познания, которые даже могут быть инструментарием такого познания, которые даже не входят в реестр средств измерения Российской Федерации, то есть чисто научное оборудование, это никого не смущает, потому что наука по ГОСТам как у нас говорят не делается, это все тоже творческие и определяется именно исходя из компетенции и опыта научного того деятельства, научного работника, который занимается. Поэтому и понятно должен быть весь спектр доступный, в том числе современный инструментарий для уявления тех факторов, которые окажут критическое влияние на долголечность сохранных объектов утром области. По результатам проведенных исследований самыми современнейшими инструментариями мы получаем достаточно необходимую информацию, которая позволит нам уже говорить об основанности выбора материала. И тут-то мы говорим тоже о научном подходе, потому что мы совершаем поиск новых систем, именно новых систем реставрационных материалов. Материалы может в этих количествах оставаться неизменными, но тем не менее меняется система, то есть поочередность, вообще количество этих материалов и вид материалов, он может меняться в системе в зависимости от тех факторов, которые мы выявили и обозначили как агрессивные. Меняются технологии применения этих материалов тоже в зависимости от этого. Поэтому казалось что одна и та же избисковая штукатурка, но она может быть применена по-разному, да и подготовка основания под нее совершенно другая, затем защитные слои тоже не, как мы говорим, финишные покрытия, они тоже не должны обладать соответствующими характеристиками и не всегда это одни и те же. Поэтому в данном случае как раз вот это все те признаки, которые позволяют нам правомерно говорить о науке реставрационного материала. Есть строительные материалы, есть отдельные реставрационные материалы, они не одно и то же. И уже на основании этого мы правомерно говорим о нормировании требований к тем технологиям, которые относятся к данным материалам. Когда мы говорим о любой деятельности, в том числе реставрационной, то понятно, основной целью этой деятельности является получение качественного результата, качественной продукции. С точки зрения технического подхода понятие качества это соответствие некоторым критериям, которые заказчик прежде всего определил как основной показатель качества тех условий и тех заданий. Это может быть по-разному отражено, но тем не менее это какие-то точные количественные желательно, но может быть еще и качественные, но количественные должны быть превалирующими в этом понимании, чтобы можно было на завершающем этапе четко оценить результат. И вот задача как раз и для комитета вот такие подходы выработать, чтобы у всех было ясное и однозначное понимание, что хорошо, что плохо. И стратегическим конечно критерием в отношении реставрационной продукции является ее сохранение, сохранность, но при этом она должна достигаться с точки зрения как-то историзма, то есть вот сам термин историзма у нас присутствует, термин как определение компонентен, не принципы историзма, но еще конечно с физической точки зрения сохранность должна быть обеспечена это уже априори понятно. При этом мы должны учитывать текущие эксплуатационные условия, понятно, что памятник изначально был в одних условиях, сейчас в других и если мы применим тот же самый материал, который был авторским, изначально оригинальным, то текущий условий окажется совершенно может быть недолговечен. Для объектов ничего страшного, мы идем на это, потому что это символи объекты, настолько значимые объекты, которые просто реставрируются, не прекращаясь, и на них постоянно присутствуют реставраторы, они приводят в порядок в онлайн режиме, но есть большинство тех объектов, которые все-таки требуют другого подхода, понятного межреставрационного срока, который должен быть достаточно длинным, чтобы чисто экономически это было тоже приемным. Поэтому, конечно, все методы и принципы введения реставрационных работ, они должны прежде всего направлены на достижение этих параметров качества, признаков качества, и сам выбор материалов соответственно тоже должен быть таким, чтобы в этих принципах и методологиях также служить целью достижения обозначенных критериев качества. И тут что же касаемо критерия качества. Первое, что мы часто очень слышим, вот материаловеды не дадут соврать в отношении наших материалов, поскольку прослужит тот или иной материал, что всегда нас вводит в смущение, потому что такого понятия, как материалов в отрыве тех условий, где он будет находиться, сказать невозможно. Да и мы сами не знаем, какие условия будут на объекте. На самом деле ни проектировщики, ни производители работают, для многих сюрпризов оказывается часто, что происходит в количестве этого. Поэтому в данном случае очень важно тоже держаться в том, в той конве, которая уже есть, накопленного опыта. Строители, вспомните, как они в этой ситуации, говорим о том, что о материале мы судим по тем характеристикам, тем количественным оценкам, тем свойствам, которые связаны с долговечностью материала и позволяющей оценить его срок службы. морозостойкость, теплостойкость, светостойкость, огнестойкость, водостойкость. Этих стойкостей очень много. И это все количественно определяем характеристиками. Но их количественная оценка связана с стандартными методами испытания, лабораторными, и они напрямую не позволяют оценить, сколько будет работать материал в тех или иных условиях. Дальше как развивался опыт нормирования таких вещей в строительстве это формирование сводов правил снифов по старому, где копилировался весь опыт, полученный на тех объектах, где применялись различные материалы. Наблюдались несколько лет объекты, материалы, как они работают, как себя проявили. И на основании этого уже делались рекомендации, что вы хотите на Кольском полуострове построить ГРЭС, берите бетон морозостойкости не ниже 300, и это обеспечит степень долговечности конструкции меньше первой, то есть сто лет более. Только вот так, таким образом, есть рекомендации уже на основании опыта, что на цокольном облицовке такие материалы с такой морозостойкостью для более высоких уровней фасадной облицовки другие. Мне кажется, нужно следовать в русле нашей сегодняшней темы, это реставрационных работ, но для этого нужно действительно аппрокрированные методики проанализировать, их систематизировать, каким-то образом обобщить уже в нормативных документах. Либо это СРП, но он и использует реставрационных грамм, но они как-то замерзли, не развиваются, это уже по-моему, сейчас. Это экономическая история, это не практическая. Подошла, исходя из юристов, Министерство культуры, нормативный правовой департамент просто зарубил продолжение работы. Они сказали, что это не ходит в полномочия Министерства культуры. Когда мы сказали, что ребята, а вы нельзя какого-то инстрой сделать, были СНИПы, потом появились СП, они поняли, что такое, просто письмо считать СНИПы, СП и все. Но Министерство культуры, наверное, потеть не мало, что называется. Потому что у нас там есть реструсионные нормы правила, и нужно было вносить в положение Министерства и в том числе создавая правила, и тогда только можно было рассмотреть эту историю. А вот изменить положение Министерства культуры, как сказали заветок, их менять нельзя. Вот то, что тут такая история забавная и поучительная. Тут ничего такого, знаете, никакого такого второго... Причем в законе 184 о техническом регулировании есть правила как нормативный документ, есть там национальные стандарты, есть организации и татические рекомендации по институту генею. Но тем не менее вот хотя бы в уровне национальных стандартов это тоже можно реализовать в сложившейся ситуации, что будет в принципе сейчас и делается. И это правильно, конечно. Но в этой связи мне кажется еще рассказать. Было бы здорово. В этой связи как раз хотелось бы еще рассказать несколько слов о наболевшем. По инициативе Роскообстроя были первые попытки, но надеюсь не последние, именно как-то обобщать те методики, которые уже имеют право на существование за счет того, что они апробированы на реальных объектах. Наблюдали за ними много десятилетий, по крайней мере два десятилетия. Уж точно. И вот так как Санкт-Петербург традиционно славится большим объемом работ реставрационных и своя как говорится реставрационная школа семидесятилетняя, то я думаю не случайно и нам было поручено именно этот опыт обобщить применительно к определенным видам работ часто слышим критика почему вам я не говорю в группу компаний наружу но это тоже не случайно потому что мы производим материалы мы выполняем работы мы проектируем мы мониторим результат то есть в наших руках есть по сути дело вся информация потому что некоторые применяют технологии прописывают какие-то материалы и хвостные и прочее но на самом деле никто не знает вещественного состава и как судить о результате если ты не знаешь что в итоге там было применено поэтому это бессмысленно поэтому должна быть информация от и до что где как когда применено каким образом себя это проявляет поэтому здесь в этих методиках именно то за что мы готовы подписаться то что мы проверили и не только наша конечно группа это сообщество участвовало в этих методиках не только ну вообще как вековый реставратор всегда довольно узкий но в определенных границах дружных реставраторов и эти методики они также позволяют на наш взгляд делиться опытом того подхода детализации к нормированию самих процессов реставрационных ну здесь представлен содержание методики касающейся реставрации кирпичной кладки да там может быть не все элементы прописаны которые могут быть на практике встречаться не все могут быть способы описаны но это то что действительно проверено абдробировано и не вызывает у нас сомнений и работоспособность на основании соответственно еще потребления практического практической оценки по результатам дизельной эксплуатации в этих методах как раз и ключевой является требование материалов видим так плавно всегда переходим от одного к другому что понятно что материалы играют ключевую роль технологии вообще всех работах реставрационных и мы разбили их на виды работ то есть по тем областям применения которые можно разделить материалы да здесь регулируют определенная торговая мафия но это сделано опять же целенаправленно не из-за того чтобы только это и ничего нет мы это сделали осознанно для того чтобы вы обращали внимание на последний столбец смогли понять и по описанию нашего материала который представлен на сайте все нужные ключевые параметры качества мы образили либо другие либо их заменить и вот я настоятельно всех коллег призываю к активному обсуждению этого последнего столбца там вот наименование материалов уйдет может быть там уже скончательная реакция но главное чтобы был сформирован этот последний столбец то о чем мы говорим когда мы нормируем материал мы должны четко соответственно подходить к показателям качества этого материала и на соответствие этих показателей будет потом сертификация декларирование любые добровольные либо обязательные формы подтверждения соответствия только так это работает эти показатели уже потом перейдут в ГОСС когда это уже ГОСС тот документ который устанавливает требования его ключевая задача и тут могут быть разные суждения разные дополнения и это может быть только на основании такого общего обсуждения быть как-то так дискуссионно принято то есть какое-то общее мнение мы должны в этом плане сформировать ну я тут вижу продолжение таблицы что и это только по одному виду реставрационных работ реставрация хирургичной кладки разных материалов где-то есть уже строительная продукция там допустим стальная арматура мы можем указать требования определенных ГОСС либо сформулировать свои требования тут это опять же вопрос обсуждания дискуссионно ну и вообще как бы все эти требования они прежде всего относительно реставрационных материалов должны опираться на совместимость субстратами реставрационных материалов мы не можем рассматривать в отрыве от основания реставрируемого объекта реставрируемой конструкции только когда мы вместе смотрим тогда говорить можно о какой-то совместной работе долговечный результат поэтому безусловно первое требование это ну совместимость тут вопрос еще да отклонение насколько мы можем оценивать совместимость все равно диапазон разговора есть но это другой вопрос более такой научный дополнительный исследователь но вполне понятно решаем но в качестве параметров можно например прочность плотность паропроницаемость гиброскопичность но его без конца можно продолжать применительно к каждому конкретному материалу это свой показатель качества я призываю всех додуматься о своих материалах с точки зрения тех показателей которые были бы можно рассматривать ключевые вносить смело в проектную документацию и соответственно конечно в нормативную документацию национальные стандарты тогда это будет проще на объекте сформулировать о чем коллеги говорили чистую конкуренцию вот никаких подковерных игр вот есть год вот есть требования позвольте давайте проверим и это уже выводит соответственный результат на другой уровне качества требований материалов еще с точки зрения допустим других стандартов в свое время я был инициатором чтобы внести в ГОСТ классификации сухих смесей строительных разделения специальных реставрационных составов на категории обеспечивающие какие-то отдельные свойства ну я по-другому популировал многие авторы решили вот таким образом вести но может быть и есть смысл в этом исходя из того что все-таки реставрационная работа включает в себя консервацию ремонт и там воссоздания нет но все-таки подручную воссоздание и все-таки есть разные требования разные подходы к отдельным антилим обработке и это тоже можно соответственно отражать как классификации материалов так отражать и соответственно в терминах определения они не начнут последние но сложно перемещать одно вперед другого они все так взаимосвяты по классификации материалов ну насколько я понимаю может быть я стал все-таки ресурсная метод цена образования но вот так другого варианта нет понимаете просто мы в него входим со своей спецификой но в него входим поэтому я уже говорил в начале пока что мы в принципе у нас мы утыкаемся в коллизию в общем-то и классификаторы ресурсов у нас там должен быть свой раздел то есть с другой стороны сметчики сметские инженеры они выявили некий объем первичных материалов надо расширить их уже сейчас ставят 287 которые должны войти но их там не существует то есть мы применяем практики и так далее но мы входим в общую сметно-нормативную базу Минстроя других и это указ и президент и профессиональные проекции и так далее специфика наша учитывается но мы в одном извините составим ну вот я показываю кто если не знал не видит но существующая классификация она включает материалы для стабилизационных так называемых восстановительных работ там в основном все-таки это так скажем я не знаю как правильно тонкая реставрация это роспись и позолота и прочее подобное покрытие уже ближе к лакокрасочным хотя тут есть металл сплавы это золото и серебря не понимать что вот это там прописанный попал так реставрационный но того что у нас вот в аквэде появилась реставрация до этого была реставрация мебели живописи и художественных изделий именно то что не является памятник культуры а это музейные ценности и культурные ценности к ним почему-то применяется термин реставрационные материалы знаете такой парадокс ну как есть жизнь такая какая есть ну да если забить в яндексе реставрационный материал или материалы для зубопротезирования совершенно верно да они полезут вам вот но на самом деле когда мы говорим о том как выделить свою классификационную группу реставрационные материалы то возникает опять же вопрос о тех ключевых показателей которыми должны они обладать пока мы их не установим мы четко не пластифицируем потому что вроде бы какие-то русские смеси известковые там где-то прикурируют но они должны обладать какими-то конкретными показателями отвечающими их под общестроительными и мы этим самым очень строго обоснуем почему они должны быть выделены в отдельный раздел по части формальной разделения я бы предлагал разделить опять же по видам работ есть там соответственно природные каменные материалы и кладки из них бурковые валунные кладки это одно соответственно подумать о перечне материалов которые используются в реставрации пусть они могут быть повторяться но именно для этой конструкции они должны обладать какими-то своими ключевыми свойствами и это опять их выделяет из разряда всех остальных то есть такие допустим сухие смеси там из висково они могут быть для бурковой для валунной кладки одни для кирпичной кладки друг для обмазки шипотульной смеси одни для подсвольного выравнивания другие тоже они должны быть четко выявлены наименованием в группе должны быть так же регулировать количественные оценки ну либо по вещественному составу можно разделять материалы допустим из висково цементные мы четко определяем что цемент не более 6% или 5% это тоже обсуждали масса смеси потому что у нас у строителей допустим что из висково цемент межцементные из висково как видите вятами тоже там чуть-чуть из висково цемент это уже как бы 104-100% криминала и это не имеет роли поэтому тоже вот такие отличительные признаки которые позволяют по вещественному составу либо по физико-механическим характеристикам их отделить причем строители это сразу поймут они они сразу увидят что понятно почему это совершенно другие свойства которые важны именно здесь для другой сферы общестроительные эти свойства роли не играют не ключевые а вот здесь не ключевые поэтому вот только таким образом можно построить ну соответственно тут разделов предлагается многое это не все все равно видно на экране но тем не менее это тоже предлагаю пустить в общее обсуждение с целью ну именно корректировки той позиции о том как я сказал то есть это должно быть четко однозначно позиционирование материала как реставрационного и за счет чего это позиционирует либо вещественный состав либо какие-то физико-механические характеристики ну опять тут разные могут быть даже исследования реставрационные не будем забывать про них потому что там и по-русски добавочек и метлакская то смешно в основном метлакская пылька бывали в мои практические случаи когда предъявляют претензии какие-то органы по отношению качества собрать это не предметы керамогранит а не метлакскую плитку просто метлакские плитки не фигурируют ни каким образом ни какой-то мотивной современной документации метлакская плитка это так что сделано в уровне метлакски нет нет а керамогранит метлакская плитка ну высокоопреживая плитка керамогранит по сути дела современная перетарнация высокоопреживой напольной плитки которую мы называем метлакс ну и термины определения я тут взял на себя оценилась некоторые сформулировали хоть бы такая тематика но ни в коем случае не кредитую на истину последней станции точно но как бы речь идет о реставрационном материале но опять же определение ему не дано это должно быть на первом месте при забитие пояса что реставрационный материал это наш материал а не какой-нибудь там зубной либо для пересины или для живого ну реставрационный материал первое в соответствии по вещественному составу по физико-техническим свойствам оригинальный материал ну то есть это по сути максимально аутоэтично о полной аутоэтичности говорить не приходится конечно но тем не менее ее можно довести до очень высокого уровня и тогда он сам по себе ну и обеспечит сохранить сохранность памятника но с точки зрения старинства уж точно с точки зрения физического сохранения в условиях современных воздействий тут вопрос нужно ли это дополнять допустим вот для материала для ремонта я это допомнил что материал соответствующий субстрату то есть может быть там это не предмет охраны а уже существует какая-то смертная дисковая шпатурка она в принципе не соответствует историческим материалам но неплохо себя срекомендовала проектов цемент достаточно издевать ее это травмировать еще дополнительно исторические конструкции то может быть зачем ее трогать мы более-то не предмет охраны ее сохраняем но главное чтобы вот реставрационный материал который уже компонент использовался субстратург и использовался он соответствовал ему по физико-механическим свойствам ну и в целом это все обеспечивало сохранность то есть процессы массопереноса которые могут показать ключевое влияние на сохранность они были обеспечены должным образом то есть они прадикали и накопление влаги конструкции не происходило ну и прежде всего конденсатом материалы для консервации тоже отдельная история все можно три слова относительно углублено насколковое слово коллеги поступали насчет монастыстойких добавок сейчас это буквально тема три слова буквально на самом деле конечно здесь история как у нас водится не в применении а чрезмерном потреблении поэтому конечно если говорить о правильном использовании того что нужно ничего в этом плохого нет но я открою вам себе что применение противопорожных добавок в любом случае не исключает телеков это наоборот телеков все равно никуда не едет потому что все эти процессы твердения они все равно должны привлекать при положительных температурах все остальное это мы говорим что ну вот на какой-то каковременный период там ночь там либо по аварийным каким-то ситуациям отключится отопление телека туда это даст возможность избежать вида уж негативных проявлений все равно делегат проработать делегат а если когда говоришь про этот декор производитель работы то что то что если кто-то помнит наши документы реставрационные старые наши был реставрационный период климатистик он был оформлен и в нашей полосе он был 10 апреля по 10 октября а на руси великой что называется 28 августа каменщики шабашили то есть это все они после этого не работали они прекрасно понимали технологию свою это твердение извести как воздушного вяжущего понимаете и поэтому хотя бы до мороза успешно набрала там 60-70 процентов они из этого исходили поэтому да и моем опыте вот баловались давно с морозостойкими добавками всякими да но вот в моем опыте сколько не было примеров я могу там описывать специально сказать собственно ничего хорошего приводит то есть это была иллюзия такого временного эффекта потом проходила зима наступала весна и все что не у него случаться оно случалось это возможность сдать работу не более того что называется соревнован что без носа здесь надо греть да да совершенно верно так что а я просто предлагаю когда мы говорим что это делается техническом комитете и мы говорим о неком перечне мероприятий которые должны под комитет готовить я думаю что наряду видимо еще выработается в процессе некий важный перечень материалов которые вот актуальны сейчас у нас в нем работы но первые два темы два госта мне обрисовываются это первый термин определения возможно он не за одной части будет даже а второй классификация реставрационных материалов в котором может быть преамбулы связанные с тем что говорили Валерий Дмитриевич и коллеги из Рейфрилендера говорили это вот собственно вот эта методологическая часть а дальше уже социоклассификация и в общем то что вы предлагали и это может быть уже как тема для обсуждений то есть у меня такой какую-то другую из этого все у кого вызвало а? спасибо за доклад коллеги вот я тоже думал может быть в частности следует нам погрузиться там есть вот эти параметрические характеристики указаны в частности парапронициальности вы знаете тут есть одна такая штука и в терминах которые можно их продолжать и дальше есть скажем так конкретные есть сквозные не знаю как можно сказать сквозные что? парапронициальности да? она есть в сухих сотрочных смесях кирпича она в любом материале она и есть финишем покрытия и в краске тоже по разному определению да и по разному определению вот я про это и хотел сказать вот нам может быть в дистанционных материалах это будет надеяться ГОСТ как ни пился и не сможет и не получается у них вывести в одно там СТР например да или МЮ с показателем или вот в метрах паскальных и часах да в какую-то единую формулировку для чего это нужно? для того чтобы человек в любом архитерке в частности должен был понять какая у него будет пропускаемость и тифмина паров и влагоперенос с какой стороны в какую и таким образом собственно проблема мне задается вот гидрофимис и гидрофомис и он сам собой отбойдет в какой-то степени то есть сквозные параметры должны быть идентичны в нормировании и в установочных количественных показателях то есть придет разговор про убогих ну ладно это может быть на самом деле так хорошо спасибо да еще пожалуйста можно еще одно слово сказать спасибо большое очень хорошая информация вопрос если мы понимаем что смертное нормирование непосредственно связано с материалами да и как бы это все неразрывно совершенно если мы знаем что материалы и сметы у нас идут в смертной нормативной базе строительной то может быть подумать о том чтобы в классификаторе строительной информации также включать и республикационные материалы извините коллегам перед вами сидит человек который нравится по-моему руководителям актуализация смертной нормативной базы все реставрации да и собственно говоря у нас так называемая туда уже разработана на данный момент почти 5 985 смертных нормативов джиме гэсна р.р. они готовы 31 сборник готовы 4 методики которые присутствуют со мной причасти выдают методику и мы сейчас когда сегодня разговоры у нас в КСР будет собственный раздел вот будет разговор у меня на следующий день будет совещание слабой экспертизы на эту тему так что мы вроде как там но мы такой особняшком это должно быть потому что иначе это на самом деле возникает коллизии я говорю там все связано начиная от законов фазе крат кодекса через аквэд нормативы и так далее и тогда эта система работает а когда почему в 90-е годы почему ничего не рождается потому что когда в 90-е годы вывелся реставра и реставрация я понял что она была локализована в рамках объединения и там было собственное нормотворчество начали уходить люди и так далее носители информации знаний и так далее и в итоге когда госстрой стал менять с Непана с СП и так далее и у них там тысячи были а наши были признаки лапа, усы и хвост когда Матроскина понимаете мы много знаем но где это записано никто не знает вообще и вот поэтому то что мы сейчас занимаемся это такая вот тихая революция снизу такая партизанская борьба шаг за шагом от воевания своего пространства описание икумен и в том числе то о чем вы говорите так коллеги ну мы пойдем дальше я думаю у нас еще может быть даже останется дискуссия но хотя это достаточно плотный график сейчас я представлю слово уже с докладом конкретно древних реалов москли испытания Буракова Владимира Васильевича генерального директора ООН пока Коломенской краски но я думаю Владимир Васильевич вам гораздо уже проще быть потому что вы должны как-то в контексте я думаю что это всего то что мы уже произносим вы должны или подтвердить или опровергнуть что называть или расширить по это все это так сказать подходы там зеленый должно загореться спасибо за предоставленное слово но я хотел немножко зарисовки из своего жизненного опыта который дополнит этот диалог почему поясню 16 октября этого года нам исполнилось 30 лет компанией как я занимаюсь производством краски краска я пришел совершенно случайно был главным механиком строительной организации ну и директор РСУ сказал Владимир Васильевич давай делать краску я посмотрел шаровку бисерку искал Эдуард Александрович нет вопросов сделать купил технологический регламент рецептуру ну и понял что все это просто взял приготовил и красочка вышла хотя на самом деле когда я с этим столкнулся понял система управления качеством приготовления краски процесс довольно-таки сложный и во всем мире до сегодняшнего дня роль технолога лакрашных производств процентов 70 успеха наверное Фридлендер меня в этом поддержит это как в хорошем ресторане какой бы нож сковородку вы не дали повару но если повар плохой то блюдо будет некачественным поэтому я всегда говорю товарищи если вы пришли в наш кафе вы должны понять что здесь блюдо готовят избранные я к чему это говорю это очень важный момент и система управления качеством была основной задачей для меня на сегодняшний день компания коломенские краски которые трансформировались из аргус лакокраски аргус лакокраски многие помнят она действительно лакокраски имела значимое значение по некоторым вопросам те проекты которые мы осуществили амбициозные проекты первые по импортзамещению восемь лет назад меня пригласили в проект сделать краску пальто краску пальто поставляла компания джетайз канада и все наши ледовые дворцы красились канадской краской я поставил задачу а я буду делать эту краску сегодня скажу 90% ледовых полей красится краской айсбеки нашей торговой марки я очень рад в реставрацию я пришел тоже случайно восемь лет назад ко мне приехал реставратор и говорит Владимир Васильевич вы там сказали что вы можете все а это были иконописцы в участке Михаил Шустов который учился у солдата вы знаете наверное знаете по написанию такого и я купил аллигатор купил каем долго исследовал и вместе с реставраторами работал год потому что краска это не только просто вы приготовили но это технологические свойства удобно наносимость хранение ну целый ряд вопросов которые доводят продукт до конечного потребления и сегодня смотрите что произошло где-то сейчас скажу в каком году по-моему в 98-м при товарищем Ушко если помнить такого да был центр Эмлаком помните да и была госпожа Усатова Татьяна Александровна и была московская сертификация и однажды Мосэнергострой краску купил Мелитопольская ДОК-20 на всю жизнь покрасили а мне говорит Володя у тебя есть московская сертификация его нету а мы дом не сдадим я полетел к Усатовой на коленях приехал ко мне начальник лаборатории проверили производство что очень важно проверили лабораторию все посмотрели отобрали краску образцы на производстве отдали испытания а Татьяна Александровна очень женщина коварная была не пускала в Москву таких блудных сыновей как я и потом она говорит а что это фирма откуда она сколовна а что это деревня а начальник лаборатории они делают качественную краску и мне подписали этот документ и мы красили фасады и москархитектуры если помните приезжал на фасад упаси Господь красит не той краской которой в списке нет помните да был такой момент так вот сегодня упростили получение сертификатов платите 30 тысяч уверяю вам даже ни фирма ни производства иметь не надо и вы будете иметь сертификат любого качества с любыми параметрами которые можно только допустить я тоже это прекрасно понимаю я за этику и за этичное производство и мне обидно тоже иногда видеть эти процессы то что вы сегодня говорите оно выражается знаете в чем мы отошли от некоторых вопросов понимания качества выполнения работ на объектах культурно-раследия и я вот в этом году столкнулся целое лето две организации проектные выбирали цвет я говорю ребята ну скоро зима скоро зима ребята давайте побыстрее выкрасы там 10 фирм в том числе на том объекте с вами встречались в Зачатистском монастыре и так далее и так подобное и когда пришел ноябрь мы стали красить я говорю господа ну понимаете что творите а нам до декабря надо закрыть кто отвечает я не понимаю но я пытался а мне говорят Володь не хочешь не работаем мы работаем так теперь дальше что такое 44 закон как негативно отразился на реставрации хотите вы не хотите если мы сейчас 44 откроем в рамках импорт-замещения с одной стороны я противник когда пишут реймер аллигатор и я говорю ребята нельзя потому что 44 закон запрещает а с другой стороны понимаю если разрешить всем нельзя то предотвратить и с дешевыми красками будут красить черт найти понимаете поэтому мы четко приходим к пониманию жестких параметров по которым должны приниматься наши лакограничные покрытия то есть это четкие требования мы понимаем атмосфера стойкость долговечность по ГОСТу 9.401 он есть есть это паропроницаемость есть есть отъезд есть есть цветостойкость есть давайте четко определим параметры и тогда уже кто-то который желает получить разрешение на объектах хотите я тоже за чтобы с выездом на производство чтобы люди конкретно видели производителя не фирму одиночку или однодевку что бывает в реставрации объект сделали через два года приходят а фирмы нет на Варварке кстати у отца Вячеслава копорол якобы красили через два года весь осыпался ну осыпается и выцвел Мингульд приехал 160 замечания написал а я ему говорю отец Вячеслава а фирмы нет она развалилась он говорит а что это делается а мы не знаем это тоже факт я за этим и вот как вот я не знаю может быть под эгидой ассоциации реставраторов производители материалов которые входят в реставрацию получали какую-то эмблему допущен реставрацию и этот значок обязан быть вот давайте подумаем и за этот значок должны бороться доказывать что он имеет место быть потому что тогда у нас есть вопрос между ценой и качеством а если мы этого не сделаем 44 закон будет нас резать полностью своей ценой потому что мне это значит звонки звонит и говорят нам краска нужна зеленая а точнее зеленая краска не нужна может быть алгидная масляная акриловая зеленая я вам сказал понимаете давай просто или торги читай дословно краска масляная водная основе 100 килограмм так вот я долго думал и наш опыт показал что вот наша компания правильно идет вот у меня на 8 работающих 3 инженера 3 это мои повара и когда я химиков принимаю я говорю мне нужны нормальные мне нужны больные повара они сразу я говорю почему больные потому что мой химик должен быть моим и если мой химик в колонийских красках сделает рецептуру он должен говорить о теме что эту рецептуру не сделает лучше его никто это мой принцип по которому я отбираю больных женщин понида технолог и я очень горднусь что сегодня мы заключили договор с Пензенским университетом с Лаганиной Валентины Ивановной она с известковыми системами работает 40 лет заключили договор с Владимирским университетом Закревская Любовь Владимировна одной уже 78 лет другой уже 68 я рад что я с ними их богатейший опыт подсоединяю мы даем мы даем свои рецептуры даем материалы бесплатно привожу и известь и диатомиты и жидкое стекло гидротированное всякие добавки и мы творим рецептуры делаем у меня уже три кандидата на моих рецептурах зачатилась в частности поэтому я считаю этот опыт взаимодействия малого предприятия с наукой надо каким-то образом тиражировать но мне обидно такую вещь опять-таки я не хочу обвинять немецкие компании хорошие там адмигаторы Каймер Реймер все остальное но я задаю вопрос почему я в своей стране которая называется Россия более в унизительном положении чем эти компании почему я а мои краски испытывали в Италии я был кстати в Пизе в Испании в Германии сказали вот этого мужика учить не надо у него краски высокого качества но мне в Германии сказали но мы тебя не пустим у нас свои производители понимаете и батька в Белоруссии говорит то что делают в Белоруссии нельзя закупать для руки желтого понимаете глубокий смысл вот сегодня мы тоже но когда я в Москву приезжаю вроде бы прораб русский а я говорю чем было покрашено он говорит ухамед а чем было покрашено уловили специализацию да гост о котором вы говорите он вроде бы хороший вот он гост лежит 21 год написано маляр должен быть 5-6 разряда у нас по-моему 5-6 разряда уже нет у нас другие да долговечность тоже прописано он уже в какой-то мере не соответствует тем критериям которые сегодня в реальной жизни а если мы замокнулись то мы должны задуматься а каким образом сделать престижность маляра и штукатура на лесах то есть хотите не хотите раз сказали букву А значит люди работающие на объектах реставрации должны иметь какие-то удостоверения пускай 3 месяца подготовка что-то такое но если приехали на лесах работают специалисты не аттестованные без удостоверения ну штрафовать организацию надо ну я вот за такой подход потому что тогда мы как бы престижность профессии должны поднять да Минклуб совместно с ассоциацией реставраторов с вами мы должны тоже это куда-то внести вот этот комплексный подход он и должен быть гордостью вот фирм предприятий работающих на объектах реставрации и вот эта вот гордость она должна чем-то выражаться ну тем же значком что вас допустили вы имеете право понимаете вот я за такой подход это тоже и методология это и подготовка кадров которых у нас нет это и критерий оценки вот и все как вкратце спасибо ну это конечно вы немножко рекламы занялись чуть своей организацией здесь у нас как бы не устругать мать ну это так просто поскольку у нас не все-таки сантехнический комитет мы это как говорит Андрей Баталов на секции начали говорить вот деньги сроки мы здесь не о деньгах мы о памятниках а с точки всего по существу я согласен но понимаете в чем дело сейчас вот когда в 19-м году все эти орденцы где-то начиналось когда гост начинали раб делать и тогда была миссия скульптуры и Минстрой я помню поход в Минстрой когда мне замминистр сказал зачем вам реставраторам гост а вы же колдуны и кудесники что называется нафига вам нарвирование это нужно вы же там вот и все и вас хорошо палочка махнул а потом уже сейчас это общее правило потому что гост вставляется прежде всего документы которые должны работать то есть проект документации ссылочный гост и потом они переходят уже и в производственную часть вопрос контроля за их реализацией вопрос качества и прописанные потому что да они собственно гост не всегда ну они совершенствуют бесконечно то что вы говорите вот там время идет надо постоянно обновлять корректировать и так далее вопрос ну понимаете очень много вопросов вложенных вопрос мотивирования профессии мотивирования все остального сказать ну да ну оно в общем-то методы этого мотивации они вообще существуют у нас просто по разным причинам я можно сразу вас перебью я чуть-чуть тогда не достучался до вас я вообще из города Коломны уникального города да я помню дополню секундочку я видите процессы я на своей идее вот и в марте провел форум второй в городе Коломне форум реставраторов после этого приехал глава и сказал Владимир Васильевич дай нам краски мы на улице Октябрьской революции дом покрасим я говорю хорошо скажите кто мне дают прораба мы выехали на объект я и говорю у тебя цоколь что будешь делать подмажу и подкрашу я говорю эту шуткатурку надо отбить и полностью сделать фасад ты видишь надо вывести нет помоем водичкой и покрасим я пришел и сказал я не дам ему краски и мне сказали фразу ну вот видите бизнес какой ну тогда вот покажи как надо я затратил 400 тысяч 400 тысяч своих рублей покрасил как вот вам сказать вот в Коломне все рушится все рушится и я пытаюсь достучаться пока не могу трачем свои деньги и хочу в какой-то мере тоже добиться критерии оценки моих материалов фриттлингер которые достойны они должны быть адекватными и аттестация и сертификация должна быть справедливой и допуск должен быть отсекать неэтичных производителей которых сегодня очень много в Москве работает я вам серьезно говорю вот вы не должны отсечь это то что я хотел сказать это не реклама нет а потому что кто против понимаете кто против чтобы сказать я когда как архитектор определенный объект видел адекватного прораба адекватного штукатуры каменщика и так далее сковородного меня понимает и когда я поставлю свой проект резонного работами знаете а не за моей спиной там в раствор извести добавляет нижней лопатого белого цемента для того чтобы ответ схватился это это уже все это понятие это некая культура как культура есть проектирование так культуры производства но это вот если в Испании для того чтобы ты выйдешь на объект и когда собственно говоря ты берешь объект а там не проводится конкурс на деньги на объект там проводят только резюме даже производственную компанию и ты собираешь коллектив ты его везешь на знаете как боевое слаживание Коба школа в Нере там они два месяца проходят боевое слаживание потом получают сертификат национального реестра карточку и с ним выходит на объект но правда там контролируют реставрационные процессы наряду с изнутренний наследие гвардии цивилин жандармей понимаете наличие наличие карточки это закрытие работ понимаете поэтому собственно говоря эта система целая называется она на секундочку государственная политика в сфере сохранения культуры наследия вот если она сложит она сложит но она складывается и складывается из того я много что наговорил здесь да у нас реставрационная деятельность как вид деятельности появилась родилась 1 апреля 18 года и до этого все это было позволено доделать что хотим сейчас шаг за шагом мы занимаемся тем что мы пытаемся дать инструмент настава ничего можно оценивать и вот результаты работа вот вам бы вот о чем говорю так что вы засу и вы принимаете в этом участие не допустили на беседу с архитектурой я начал хвалиться что только там объект 15 лет простоял к 25 это гордость меня службе службе не буду должность называть этой женщины она сказала владелась и чаном такие краски не нужны я бы не понял нам нужны краски не больше пяти лет и еще раз а у нас все садовое кольцо расписано покраска зданий через пять лет это у нас уже было два скандала выезжает а здание как новое и кричат ты и выделим что давай быстрее красить вот так это понидаю у чиновника из план ремонта в текущем но нет и поэт нет поэта скрипп про принципиализации госполитики средства и культур наследия то есть не связан связанности а у нас закон среди фазе если кто-то читал помнит прямого он гарантирует каждому гражданину российской федерации с охраны завета культур наследия закон прописан горит без гарантии которые связаны с конституционным грамм просто под эти разрывы понимаете нормативные они просто позволяют действовать так вот спасибо получать сертификаты также сложно как и было только тем кто получает их проект но есть возможность приобрести за деньги сертификат есть но есть общая база и можно найти что этого сертификата нет просто мало кто смотрит я когда обратился в роспотребнадзор мне сказал волос у меня 80 процентов липовых сертификатов ты чему меня призывает я только могу проверить пищевку я знаю но как правило многие не смотрят я пожарную сертификацию прокатил за 200 40 тысяч а мне коллеги мы живем в той стране я живем понимаете да и наша задача делать что должно и высокой потому что она все равно будет работать над не на если не нам поможет а хотя бы тем кто за нами идет я вот позавчера проводил лекции ребятам на этим нет вам такой опыт но у меня потрясающий был я человек все ребятами из из донецкого университета которые хотят специализироваться в области сохранить наследие реставрации и так далее я смотрел понимаете вот я прожил там ну что что долгую жизнь да у меня много чего жизни было и так далее но я вот видел ребят которые вот им по 18-19 лет и так далее которые прожили 8 лет своей жизни с детства уже на войне это совершенно другие люди понимаете абсолютно так что и вот я и у них надежда у них глаза светится им очень им всего хочется вот по собственно для них если не для себя любимых мы-то знаем чего хотим чего умеем и как умеем правда изворачиваться и так далее и сертикаты покупать и все остальное но при этом мы знаем что истина и наше извините космосовое служение она постовская свидетельствует так что да дальше мы пойдем по наш программе на еще какие дискуссии будет ради бога там но я смотрю у нас потихонечку я для себя в голове у нас собственно говоря направление и вот это перечень они складываются видимо потом уже под комитет соберется уже отдельно так в рабочем порядке и уже будет все это складывается вот этой дискуссии в некие такие ячейки так а сейчас хочу представить слово такое на погранили на программе в пограничье это так вот эмоциональные материалы технологии реставрация сечная изоляция укрепление кирпичные кладки кларестики укреплен спикер за их они на кранитом на ученых тарса это по наследию союза ракетов на россии я конечно немножко так сказать найти с таким допуском мы повея таскать по ягод согласился но знаете здесь очень важно потому что вот этот процесс чисто сказать и уже производственная сечная гидроизоляция и там пример материалы и так далее все-таки такая вот между разными комитетами под комитетами пограничье но для меня чего важно потому что мы никак не можем дуть или халей то есть то то пандемия то еще чего-то у нас повсеместно в санкт-петербурге да и везде массово шагнулась к так называемая инвекционная гидроизоляция который на мой взгляд очень много саша много испортила памятников а нас к совершенно не учитывает особенность как раз собственно по применению и материалов время и так далее поэтому в общем-то механическая традиционная гидроизоляция память который я помню на свою свою молодость когда мы ну там был примитивный способ там просто рыли захватками яму от себя рассекали этот горизонт между фундаментом и стеной и заводили там собственно материал скатя сечной там различные рубероид бронированный рубероид гидроизол и так же и так далее здесь некая скотинская другая технология на характер широко это технология она про применяется в итальянцами венец и прежде всего вот есть амастрийская фирма но и бар но она не она имеет резиденту резидентуру здесь должна пару понимаете и плюс они занимаются вопросами связаны с как бы с защитой и стены ска не только от сечной механической но и всякими вариантами защиты так что иногда такой вы за всех с поетесь к так что вам 20 минут вперед пошло ну я очень рада что заставлена эта площадка мы производители общественная организация а вот и поэтому команда конечно не мотивирует все такими понятиями как наши коллеги которые выступали до меня я поздравляю сергей борисович вас и всех присутствующих с тем что наконец мы узаконим наверное реставрационные материалы что создан пост комитет по реставрационным материалам и наш совет по наследию с удовольствием принять в этом участие знаете я с вашего позволения немного отступлю от основного доклада по просьбе председателя нашего отступлю на тему как нам всегда казалось инновационного метода который может быть применен реставрации а именно его продаж мы неоднократно это вас а понятно информацию про сечный газ и мы зашли в коллегу а вы и это 20 минут я очень быстро я не могу не исполнить поручение почему все это произошло произошло еще 12 лет назад когда начало организовываться сколково они сколковские коллеги наши приехали союз архитектором и говорят коллеги ну помогите нам пожалуйста подскажите мне дайте совет как исследовать территорию сколково а территория сколково 360 гектар очень быстро два-три месяца для того чтобы узнать какие здесь коммуникации может быть здесь есть археология и все прочее мы долго думали связались с физиками из троицка и тогда вы помните троиц был на уровне сколково мы сейчас и физики из троицка приехали георадарами заключили контракт а мы консультировали в области наследия то есть археологию там была усадьба которую сколково хотелось внести и вот значит работая в этом направлении всего лишь три месяца мы поняли какое значение георадарные исследования могут представить для состояния фундаментов и прочих конструкций объектов культурного наследия и мы с еленой александровной собрали весь этот материал тем более что нам попал попалась усадьба на территории сколково которую мы поставили на государственную охрану а пока физики работали мы попросили посмотреть фундаменты и стены этой усадьбы и они посмотрели георадарщики пишут прямо такие как бы вам сказать синусоиды и прочее разное потом расшифровывают и мы смотрели со своей точки зрения и мы увидели как это эффективно и вот на протяжении вот этих всех лет мы пытаемся и даже два раза применили это георадар на объектах культурного наследия причем вы не поверите то есть охранителем этого музея-заповедника и вот однажды в Царицыно приезжает человек и говорит вы знаете я знаю где библиотека исчезнувшая Ивана Грозного вот в Липецке в таком-то монастыре и так далее и георадарщики едут в этот монастырь и действительно исследования их таковы мы их опубликовали что действительно не библиотека но вот это убежище недалеко от реки со всеми выходами Майдена и вот мы с Ириной Александровной уже три года выступаем на разных площадках вместе с этими физиками для осажаемых рядом и мы начинаем выступать о том как бы вот этот георадарный метод исследования привлечь на памятники вот когда мы работали на сколках они смотрели на 50 метров под землю и находили абсолютно все любой провод и так далее и даже нашли древние фундаменты вот и соответственно вот на последнем нашем заседании в Московской области общественной палаты Сергей Борисович прошу обратить внимание госпожа Березовская которая еще тогда возглавляла комитет по охране памяти нам прислала своего зама очень толкового который нам объяснил что вам археологи ну никогда ребята не дадут вот эту значит методику вместе мы говорим да мы не хотим туда вносить мы хотим к себе и вот я хочу выступить с предложением Сергея Борисович рассмотреть этот метод вместе с физиками на вашей площадке и оценить его необходимость для исследования метро-культурного методика вот собственно говоря то что по поручению Ирины Ханна Матвина я хотел сказать а теперь к тема знаете совершенно не против потому что вот у меня есть такой знакомый хороший ну кто-то и знает залива Никола Берлуки итальянский архитектор инженер и так далее и вот они говорят мы уже как бы на и так далее и он говорит мы на первом этапе уже наверное лет 15 под землю не лазим не копаем без лопаты обходимся ну вот там вопрос не только в инструментарии но и в обработке материалов знаете вот мы каждый из нас может нажать кнопку тренгеновского аппарата и потом долго удивляться чего не получилось понимаете тут вопрос квалификации расшифровать так мы их научили так нет я рассмотрим да чтобы ваше время не отрывать рассмотрим да хорошо спасибо большое ну а теперь к тем так сказать технологиям для деставрации которые я хотела о которых я хотела рассказать вот это метод гидроизоляции которую мы нашли совершенно случайно отсеченной горизонтальной гидроизоляции нашли мы ее у наших австрийских партнеров которые к тому моменту уже организовали здесь ООО но так и не получили ни одного объекта для применения своей методики хотя мы и Сергей Борисович знал эту методику и мы знали итальянскую но об австрийстве мы правда не знали и мы ее привлекли вот здесь к сожалению фильм не идет который очень красочный да ну и потом Сергей Борисович сказал чтобы я остановилась на материалах то есть когда мы ее показывали в первый раз то архитекторы говорили ой это просто как палка и в советские времена это уже было как и Сергей Борисович говорит да что касается здесь показано все да поэтапно может быть не очень хорошо видно то есть что касается материалов все описание тоже нам дали ну конечно они не раскрывают свои некоторые растворы но в принципе пилы и все остальное все это рассматривается ну метод действительно простой то есть он чем хорош то есть распил производится пилами на высоту 20 миллиметров но сама глубина распила достигает двух метров и когда мы впервые показывали эту технологию я сожалею что их нет они обещали приехать очень хорошо рассказывают вот то нам говорили ну как же так можно подвесить прямо целую стену но все это делается достаточно четко до начала применения просматриваются абсолютно все просчитываются все риски и пропил идет захватками захватки тоже рассчитываются сколько сантиметров этих захваток значит после пропила расчищается это ну это видно видимо на снимках которые значит расчищается сама зона распила и затем значит уже применяется выравнивается эта зона распила помещается туда как некоторые говорят резинка и коврик это тоже их технологии их как бы ноу-хау и вновь как бы под давлением вносится этот раствор и собственно говоря я не буду как бы даваться в подробности потому что лучше об этом расскажут они но вот тут говорили о том сколько какое время может это гидроэнергиация существовать и они работали на памятниках их работы это работа 30-летней давности они работали на памятниках на австрийских на африканских и так далее все эти работы мы изучили и средний значит период действия этой технологии 50 лет 50 это минимум на который так сказать они рассчитывают ну учитывая что наше так сказать наши методики это 6-8 лет да и в целом на эту конечно мы с удовольствием привлекли эту методику эту технологию и надеемся что самое ближайшее время не буду озвучивать объекты она будет применена и мы тогда уже надеюсь сергеем борисовичем довольно подробно вам об этом расскажем вот наши партнеры прилетают каждый месяц они с нами консультируются и ждут применения этой методики в россии вот собственно говоря то что мы хотели попривнести несмотря на то что в соседнем зале у нас идет импортозамещение мы думаем что мы не ошиблись а вторая технология которую мы поставьте фильм пожалуйста если можно это укрепление кирпичной кладки коллегами общался по поводу номера там вопрос конечно технологический вопрос материала но формально это сказать материал который это типа линкром такого типа приближающих линкром но это а линкер история линкрома это история пакета полиэтиленового на свалке после ядерной катастрофы да там внутри где лет десять тысяч будет там не понимать и по поводу пропила вот и ринканец на что два метра несколько ребята при изменении оснастки до четырех метров они будут пропелить стену то есть это фактически сплошной пропил 20 миллиметров это фактически сидящая технология которая решает краски а проблемы которые говорили про цоколь то есть это убирание влажности фиксация высушивания кладки и потом уже вся такая работа то есть почему здесь есть такая взаимосвязь технологии чем на самом деле вот серии зоны технологии нас когда люди делают они же не говорят хитро наши сети список которые всякие а квосток и так далее что ребята это же наркотик да то есть вы через пять лет должны снова вернуться там еще через пять лет то есть качать один из к способу с непонятным результатом без формирования сплошной 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 зоны по работе и так далее то что такое гибкое вранье но там нет есть конечно заработки люди просилил занимаясь наукой они понимают как формировать этот сплошной зоны я думаю века они чисто в теории это должно быть быть но то что производится компания второй-третьей руки которые перепродают материал там чистой воды халтура наверняка есть те люди которые это умеют делать знают как нового очень но это очень редко если исключение что-то из правил а здесь такой мать классический дедовский способ оттелью получил но это не это не реклама понимать не они делают одни в мире просто вот с этими с этими ребятами которого работают в россии ну да это не реклама поэтому прям их слишком долго их изучали но теперь следующая технология это спиральные анкеры которые уже российские это единственная компания питерская компания которая выпускает которые но это маленькие но вообще не до 10 метров и они приехали к нам союз архитекторов попросили их послушать послушали многократно привезли на свои фестивали вот в принципе как и предыдущую технологию и рекомендовали конечно реставрационным компаниям но вот здесь идет фильм это значит укрепление свода но помимо этого я просто из протокола нашего совета по наследию зачитаю что заступление было отмечено по этим по этой технологии принцип ремонта трещин с применением спиральных анкеров актуален преобразование трещин условия деформации фундамента эффективность применения метода усиления кирпичной кладки с использованием систем спиральных анкеров они стальные при этом спиральные анкеры они очень долговечны 3 простота и надежность установки спиралевидных нержавеющих анкеров длиной до 10 метров вкладочные швы перпендикулярно трещине на специально на специальный монтажный состав инновационный метод спиральных анкеров то есть если кто-то из вас захочет более подробно чтобы не загружать аудиторию ознакомиться с этой технологией у которой тоже есть мы считаем большое будущее то пожалуйста как бы мы с удовольствием пригласим их из санкт-петербурга и расскажем все что знаем об этой технологии я не стала говорить о том что мы регулярно приглашаем компании которые заинтересованы в укреплении кирпичной кладки и частности а многие из них интересуются ремонтом многослойных посадов с помощью этой технологии и применяют а что касается примеров применения они достаточно многочисленны в нашей стране я не знаю вот в этом ролике есть или нет если только один ролик из десяти чтобы опять же не сэкономить время но как бы звоните обращайтесь мы вам все расскажем вот ну и последний вопрос поскольку здесь уже краски трендер достаточно долго выступали на вот эта колористика мы тоже и уделяем внимание вот но ни для кого из вас не секрет также и для трендера что мы поддерживаем краски мандос вот которые мы также внимательно изучили и выбрали краску little green которая сейчас к сожалению да перестала в долгих количествах поступать вот но эта краска достаточно широко известна и мы взяли английские звонки для того чтобы исследовать ее свойства и качества и я также надеюсь что в ближайшее время мы их применим и несмотря на трудности современной поставок а вот нам разрабатывает сейчас новые рецептуры которая также будет представлять спасибо ну Союз архитекторов, он как бы верен себе, потому что, знаете, архитетры не делятся по национальности, они делятся на плохих и хороших, что называется, и для этого импортозамещение, знаете, ну, как-то это так, ну, это более, это, ну, это логика времени. Сейчас я просто хотел сказать, я, конечно, виноват, я, конечно, человек, который не изучает дискуссии около Антонины Голубева, это проректор Академии ЖКХ и строительства, Росфауруско-обстрой, так называется, восторечие, это организация, которая, так сказать, взяла на себя ответственность вести себя Технического комитета, и, в общем-то, их деятельность является залогом стабильной работы этого техкомитета, так сказать, и со всеми, и сдержками, и так далее, организационные моменты, и так далее, просто я, вот такая, так сказать, вот, человек представляет, чтобы не понимали, какая роль и задача, которую выполняет Фауруско-обстрой, потому что мелькает там их приглашение, везде, там, везде, потому что это Фауруско-обстрой, на самом деле, это очень такой важный фундамент и базис для нашей работы. Вот, сейчас мы продолжим, если хотите это слово сказать, да, сказать, я тогда. Ну, коллеги, вот мы закончили доклады, сказать, собственно говоря, но ту задачу, которую мы для себя, видимо, ставили, правоседневно достигли, мы, по крайней мере, что-то сказали, что-то, какие-то задачи поставили, какие-то акценты смесили, нам будет, например, все-таки, полегче. Кто, коллеги, кто присутствует, не члены технического комитета, а так далее, надеюсь, что наши, этот, сугубо, углубые, так сказать, рассуждения внутренних процессов, они были тоже интересны, потому что реставрация, это не только позолочие, позолочие, наголонные, так сказать, яркие посады и так далее. Мы говорили о том, что, из чего состоит, потому что реставрация, это гранитический процесс, сложный, тяжелый и так далее, совсем не текает. Причем он неждисциплинарный, он связанный, понимаете, знаете, как у меня такой был пример, мы все время там делали, так сказать, номинацию в наследие, фрески Дионисий, это Ферапонтов монастырь знаменитый, так далее, и направили там, ну, опыта еще не было, и направили там в ЮНЕСКО на оформление документа. Ну, у меня там такой знакомый был еще до этих новых времен, советский времен Додор Крайслив, он болгарин, но он работал ЮНЕСКО-экспертом. И он, собственно говоря, Сергей говорит, а что это, говорит, вот, дайте, когда вы даете номинацию, у вас такое ощущение, что есть, вот, Россия, замечательная сторона, Вологодская область, село Ферапонтово, и там чудесным образом на холме лесят эти фрески. Потому что никакого контекста по номинации нету, что это ансамбль минастерский, что он аутентичен, что он в постройке, что кругом уникальный пейзаж, историко-культурная территория, что это, собственно, материалы, которые составили. В общем, такой информационной составляющей не было, то есть мы, а мы, да, в внешней стороне, вот, у нас есть фрески, и туда давай, а они уже давно привыкли работать в неком контексте, как объекта, так и территории, понимаете. Вот, поэтому, собственно говоря, мы говорим о том, что в рамках вот этого нашего сообщества есть архитектура, есть инженерия, есть биология и так далее, и есть технохимик, инженер и химик технологии. Уважаемые, так сказать, эта группа достаточно, на моей памяти, пульсирующая, то она больше, то она меньше, понимаете, но они, как и вся в стороне, когда раздают награды и премии, понимаете, все молодцы, костюмчик сидит, а за счет чего он сидит, как он стоит, и сколько он будет стоять, понимаете. И какие болезни, потому что это Валерий Ильич назвал, там, его старичком, но я говорю, у нас не старичок, это хрон, хронически больной, понимаете, и с этим надо жить и мириться, что называется. И продлить жизнь хроническому больному, это все-таки и вот те ресурсовные материалы и технологии, о которых мы сегодня говорили. Так что этот разговор был именно об этом, мне кажется, он все-таки получился. Мы можем еще, наверное, так остаться и там еще часики на 3-4 поговорить, что называется, но коллеги, если кто-то все дает, давайте сказать, там, или залы, или коллеги патриотового комитета, то, пожалуйста. Есть какие-то войска? Или уже, ну, так много слов сказали, что уже в голове не укладывается. Ну, в общем-то, я благодарю всех, наверное, за участие, за, так сказать, за приход, но думаю, что для нас, вот, собственно, строительство комитета, выводы очень нормальные. То есть я для себя много объяснил, и, так сказать, из-за него, вплоть до непонимания плана работы на перспективу, и, так сказать, и что требовать каждого из коллег, кого-то взять, на, так сказать, на знания, кого-то на эмоциях. Это тоже важно, понимаете, Николаевич, я понимаю его инициативу, потому что я достаточно давно в профессии, знаете, вот, когда прожил, у меня пором почти снились советский период и постсоветский период, понимаете, и как бы и там, и там. И у меня нет иллюзий, знаете, и сказок про советскую реставрацию, она была разная, понимаете, насколько разная. И у нас этот реставрационный технологический процессор шли в построечных условиях. Я помню в реставрационном участке эти бочки такие картонные с пигментом, помню яму с известью, с известью тестом, который мешали, гасили, который перетекал и перемешивали. Я помню бочки с готовым тестом, когда переливали, снимали мездру сверху и так далее. В общем, одна из известью для строя, для кладки, другая для, собственно говоря, для художников-реставраторов. Я тогда был процесс такой, знаете, и было замечательное министерство местной промышленности, которое поставляло и известь лом, и, так сказать, и поставляло кирпич, куда-то полнотелось, которые форму замешивали и так далее. Так что, но при этом все это было такое немножко деревенское, ремесленное, что называется. Но были замечательные, потрясающие, конечно, подвижники, приходившие сразу как отраслей, как правило, там у нас кого только не было. Там люди закончили МИФИ, МФТИ, МХТИ, так сказать, ну, отовсюду. Ну, все были, так сказать, но это была другая, другая жизнь. Такого не вернуть, это был некий период такого братства реставрационного, так сказать. Ну, в конце концов, мы в душе все такими остаемся, и когда мы начинаем говорить, мы этим живем, живем надеждой, что завтра мы все-таки докажем всем и вся, что мы не пыль на ветру, мы не лишние, мы корни этой жизни. Спасибо большое всем, удачи во всех начинаниях и делах. Да, всего доброго. Ответите, коллега, все-таки, да, и базису-то. Уважаемые коллеги, слышно меня, да? Да, да. Сергей Борисович, я, прежде всего, прям искренне поздравляю с созданием подкомитета. Мы об этом, да, мы об этом просто говорим уже не первый месяц. Я хочу попросить тех членов, да, кто является, кто-то стоит именно подкомитете, в ближайшее время все-таки найти, в ближайшее время найти время, каталогии, извините, да, собраться, потому что я считаю, что мы должны достаточно оперативно предпринять какие-то шаги, знаете, вот пусть железа, да. Пока это еще вот нас на острее, тем более, Михалыч, я посмотрела, он сделал совершенно такую серьезную, провел работу по классификатору, а, Сергей Борисович, а с нашим с вами опытом по собиранию группировок, да, вот, и более того, я сегодня поговорила с директором, с нашим Максимом Юрьем Геннадьевым, да, по этому поводу, я думаю, что мы сможем найти поддержку. Поэтому милости просим нашу площадку, да, да, по разработке именно отдельной группировки реставрационных материалов. Вот прям нужно бежать вперед, потому что путь-то он очень не короткий, два-три года это однозначно он займет. Поэтому, да, поэтому давайте начинать. Все, большое всем спасибо. Жалко, конечно, и нет, сказать, не Николаевны, но Алексей Михайлович доложит все. Спасибо.